Глава сорок пятая. Современное искусство. Князь Щербатов и фон Мекк. Художественные сокровища России. Лебединое озеро. Вторую половину лета и всю осень 1902 года я был, кроме перечисленных задач по редактированию наших журналов и по постановке гибели богов, занят еще одной крупной работой. А именно я принял участие в создании некоего художественного предприятия, получившего название «Современное искусство». Это то, с чего Грабарь решил начать осуществление намеченной себе программы «Вызвать в России целое могучее движение и прям-таки новый ренессанс». К этому весьма сложному делу были им притянуты все те художники, с которыми он находился в общении, иначе говоря, вся наша компания мира искусства. Ревнивые опасения Дягилева сбывались теперь вполне. Правда, Грабарь выступал под видом союзника, но на самом деле это был настоящий конкурент, и потому же особенно опасный, что он явился в Петербург с весьма значительными средствами, тогда как обстоятельства мира искусства продолжали быть далеко не блестящими и вовсе неверными. Несмотря на личную субсидию государя, которую выхлоптал нам Серов, и на помощь ближайших друзей, журнал едва сводил концы с концами. Эту субсидию мы получили в первый раз на 1900 год, и Серов ее исхлопотал во время тех бесед, которые он вел с царем при писании его портрета в серой тужурке. Ныне в Третьяковской галерее хранится реплика. Во время сеансов, происходивших на личной половине государя, между художником и монархом установилась известная интимность, выражавшаяся как в обмене всякими мнениями, так и в том, что Серов посвящал Николая II в разные художественные дела. Таким образом, однажды наш Антоша сообщил государю, в каком критическом положении оказался журнал «Мир искусства», после того, что он лишился поддержки и Мамонтова, и княгини Тенишевой. Николай II тут же выразил готовность поддержать дело с сигнованием на это из личных средств по 10 тысяч рублей, сумму, если и не огромную, то все же достаточную в тот момент, чтобы спасти журнал от гибели. Вообще же нужно думать, что государь в обществе прямолинейного, абсолютно искреннего Серова чувствовал себя лучше, нежели в обществе тех людей, от которых так или иначе страдало его самолюбие и в общении с которыми ему не удавалось побороть свою природную стеснительность. К сожалению, в самом конце работы не обошлось без известного неприятного казуса. Когда художник счел свой портрет законченным, Николай II пожелал его показать императрице, но она, привыкшая к лизанной законченности Каульбаха, Фламинга и других модных заграничных художников, откровенно в присутствии Серова, но по-английски выразила свое мнение в словах «но портрет не кончен». Это больно кольнуло нашего друга, и так как он еще продолжал держать палитру и кисти в руке, то он и протянул их государыне со словами «тогда кончайте вы». Уж очень дорого обходилось решение оставаться на той же высоте и продолжать быть одним из самых блестящих европейских художественных органов. Из-за своего материального худосочия мир искусства не мог расширить свою деятельность за пределы одного издания журнала, как это предполагалось в начале. Напротив, Грабаря поддерживал молодой и очень состоятельный москвич, князь Сергей Александрович Щербатов, только что вступивший в обладание большого наследства и горевший желанием пожертвовать, сколько будет нужно на процветание отечественного искусства. Полный такого же благородного рвения был и другой, еще более юный московский богач Владимир Владимирович фон Мекк, который предоставил себя всецело тому, чтобы не затеяли Грабарь и Щербатов. По внешности князь Щербатов являл собой настоящий тип аристократа, московской складки, огромный, тяжелый, стулья под ним трещали и даже подламывались. С явной склонностью к тучности. Держал он себя необычайно прямо и нес голову небесцановитой важности. Самый его типично московский, но дворянский, а не купеческий, говор с легким картавленьем имел какой-то наставительно барский оттенок. Говорил он медленно, с расстановкой, причем старался выказаться во всех смыслах европейцам и человекам наилучшего общества, но не петербургского жанра, а именно исконно московского. Он не прочь был вставить в свою речь иностранные слова, и не исключительно французские, но и немецкие. Все это не мешало прорываться иногда и странно капризным, чуть даже истерическим ноткам, а моментами являть из себя образ очень своевольного барина старинной складки. Вот этот громадный, тяжелый человек был в те дни совершенно порабощен гробарем. Он ступал за ним, по выражению Еремича, как слон за своим карнаком, погонщиком-вожаком. Что же касается додуховных и интеллектуальных достоинств, то в те первые времена нашего знакомства они мне не представлялись особенно значительными, и, наконец, о нем как о художнике мы и вовсе не могли иметь суждения, так как ни одной черточки его рисунка, ни одного мазка его кисти мы не видали. Приходилось на слово верить гробарю, который одобрительно отзывался о даровании своего ученика. Щербатов Сергей Александрович, 1875-1962, был художником. С 1898 года он учился у гробаря в школе Ашбе в Мюнхене и стал его другом. Гробарь, вспоминая позднее мюнхенский период своей жизни, писал, что Щербатов был очень талантлив, живо схватывал малейшие намеки и вскоре так усвоил строение головы, лепку, игру света, что оставил далеко позади лучших учеников, работавших два года и дольше. В нашей компании, в которой почти все отличались бойкостью языка и ядовитостью, Сергей Александрович, видимо, чувствовал себя не совсем по себе, он рабел, он краснел и предпочитал молчать. Впоследствии я ближе познакомился с князем Щербатовым и лучше его оценил. Я и совсем принял было его в сердце, если бы не нечто уж очень напористое в его манере изъявлять свои мнения, а главное, если бы не черта дилетантства, что осталось навсегда присуще его художественному творчеству. Несомненно, Щербатов — человек, исполненный любви, самой пламенной любви к искусству. С ним интересно беседовать на художественные темы, разбирать художественные произведения, разделять восторг. Но его собственные творения, созданные всегда с наилучшими намерениями и имея перед собой какой-то идеал, недосягаемый даже величайшими гениями высоты, чаще меня озадачивают, а то и печалят. Впрочем, Щербатов не так часто приезжал из Москвы, а во время своих пребываний редко с нами встречался. Тут, опять-таки, как я позже узнал от самого Сергея Александровича, было небезграбаря, который ревниво оберегал и прятал своего мецената, стращая его всякими баснями о нашей нетерпимости и находя те или иные предлоги, чтобы не допускать нас до него. Рядом с колоссом Щербатовым, маленький, щупленький, непрерывно густокраснеющий и даже немного от конфуза заикающийся фон Мэк, в своем студенческом сюртуке, производил впечатление какого-то состоящего при богатыре совершенно юного оруженосца. Его, к тому же, мы отдельно от Щербатова никогда не встречали, и он ни у кого из нас на дому не бывал. В обществе он представлялся очень милым малым и необычайно благожелательным, и ему особенно мешала его природная чрезмерная застенчивость. Уж из-за нее он предпочитал оставаться в тени, в густой тени, бросаемой монументальной фигурой его приятеля. В Петербурге князь обзавелся собственной квартирой, где-то в районе Маховой или Пантелеймоновской, но обставил он эту гарсуньер лишь самым необходимым. Единственным украшением обиталища был портрет аннинской эпохи его предка Дмитрия Мамонова, кисти Людерса. При желании можно было найти известное сходство между прадедом и правнуком. А вообще этот единственный портрет придавал известный родовой ореол скромным комнатам. В этой квартире состоялся, между прочим, особенно памятный мне парадный завтрак, имевший целью сблизить друзей-грабаря с представителями мира искусства. По всей вероятности, этот пир состоялся еще в марте 1902 года. Щербатов ярко описывает эту историческую встречу в книге воспоминаний «Художник в ушедшей России». Нью-Йорк, 1954 год, страница 160. На завтраке было произнесено несколько речей, из которых особое впечатление произвела как раз та, что произнес сам грабарь. В ней он как бы раскрыл свою программу и набросал очень радужные перспективы. Было произнесено и самое слово «ренессанс». Причем определенно заявлялось, что подготовительный период, соответствовавший тому, что происходило в Риме в дни папы Юлия II, уже прошел. А что теперь мы дошли до первых светлых дней настоящего Золотого века. Причем роль Льва X грабарь, видимо, и сулил своему патрону Щербатову. Мало ли какие глупости, облеченные в торжественный юбилейный наряд, изрекаются в теплой компании, еще согретой яствами и потоками шампанского. Однако такие бредни показались на сей раз уж слишком перехватившими через край. А Дягилева они прямо и взбесили, так как, если и лесным могло показаться самое это сравнение его с великим папой Юлием, то все же уж очень откровенно грабарь как бы давал ему отставку, предоставляя отныне первую роль Щербатову. Дягилев даже не скрыл своей обиды, а сказал несколько остроумных, но и нелишенных едкости слов, вроде тех, которые ему, вообще ненавидевшему словесные выступления, удавалось произносить, когда его что-либо особенно задевало. Грабарь почувствовал, что он сделал оплошность, попытался было оправдаться, но сконфуженно замолк. Завтрак, во всяком случае, не привел ни к какому сближению и даже, напротив, усугубил чувство недружелюбия, которое уже намечалось между ним и Дягилевым. Вскоре после этого завтрака у Грабаря окончательно созрел вполне конкретный план того, какими путями дать выявиться на первых порах силам нашего возрождения. Он убедил Щербатова и фон Мекка дать средства на создание в Петербурге художественного центра, который в одно и то же время служил бы наглядному проявлению творческих сил и представлял бы собой некое себя окупающее, а то и доходное предприятие. Это была эпоха, когда вся Европа бредила созданием нового стиля, а потому и наш Ренессанс должен был начаться с того же самого, с создания нового стиля. Самоокупающееся предприятие получило название «современное искусство» и должно было представлять петербургской публике ряд обстановок, в которых новый стиль, специфически петербургского оттенка, предстал бы в формах невиданных и принительных. Помещение вскоре было найдено ровно на супротив дома Общества поощрения художеств на Большой морской в верхнем этаже двухэтажного особняка, откуда только что выехало известное музыкальное издательство Юргенсона. Главным преимуществом этого помещения была его центральность на самой парадной улице столицы. Зато главным недостатком было то, что это обширное, во много комнат квартира, сама по себе имела довольно простоватый вид и не отличалась в своих пропорциях каким-либо благородством. Потолки были низкие, не все комнаты обладали хорошим светом, часть их выходила на самый обыденный петербургский двор. Но Грабарь рассчитывал на то, что художникам удастся все это переделать, изменить и самый характер помещения. Более всего он рассчитывал на меня, на Лансере и на Бакста. Кроме того, обещали свое участие и коровин, и головин, а сам Грабарь собирался отличиться в самых простейших утиритарных формах, в устройстве бюро-распорядителя и в декорировке очень скромной лестницы, ведшей прямо с улицы во второй этаж, весь отданный под наш предприятие. Что же касается до Щербатова и фон Мекка, то первый ограничился сочинением нескольких стульев, кушетки и еще чего-то, а второй особенно роскошными дамскими платьями. Я не сразу согласился с предложением Грабаря. У меня времени оставалось слишком мало, да и не чувствовал я в своем воображении желаемого наплыва идей для такой задачи. В душе я скептически относился к какому-либо нарочитому измышлению, шутка сказать, целого стиля, сознавая прекрасно, что стиль рождается не изо дня в день, не по щучьему велению. Но от Грабаря не так легко было отделаться, и в конце концов я согласился, поставив непременным условием тесное со мной сотрудничество Евгения Лансере и Обера. Первый, в отличие от меня, как раз рвался в бой в данной области. Грабарь предоставил нашему выбору самую тему, и мы остановились на столовой. Работы затянулись до самого конца декабря. Напрасно понукал и торопил Грабарь, и непосредственный производитель работ молодой белобрысый инженер Собин, какой-то родственник издателей Нивы Маркса. Потребовалось гораздо больше времени и денег, чтобы из развороченного в конец старого помещения создать совершенно нечто новое и к тому же нарядное, чтобы поставить на свои места уборы измышленных комнат, наложить новые паркеты и вытянуть новые взамен старомодных карнизы. Среди всего этого развала, среди стукотни молотков, в атмосфере, пропитанной всякими тяжелыми запахами, писалась, по моему эскизу, стенная картина для нашей столовой, изображавшая парк со скрещивающимися каналами и фигурами, готовящихся войти в воду Дианы и ее нимф. Производство самой живописи я поручил Еремичу, но часто и сам прикладывал руку. Кроме того, я тут же делал этюды для лучшей прорисовки фигур с натурщицы. У меня осталось скорее хорошее воспоминание как раз от этой общей работы, от этого художественного бивуака на сквозняках, среди наполовину вскрытого пола, среди груд мусора, горшков с красками и в беспорядке наваленных досок. При очень дефектном освещении стоял ноябрь и декабрь посредством нескольких дымящих керосиновых ламп. Несчастная натурщица мерзла безбожно, несмотря на какие-то импровизированные ширмы и дрянную, дававшую угар печурку, однако не теряла своей веселости, подстрекаемая к тому же бесподобным, чисто украинским юмором, Стипа Еремича. Чтобы не терять времени, мы тут же и закусывали, доставленными из соседних гастрономических лавок, с недями, что, вероятно, должно было представлять со стороны немалую живописность. Это некрасивая и даже не очень хорошо сложенная Ксения Арсеньевна стала с тех пор чем-то вроде лейб натурщицы всей нашей компании. А в конце концов, она интимно сошлась с прибывшим как раз тогда из Киева приятелем Еремича Виктором Замирайло и в течение многих лет сделалась его неразлучной подругой жизни, а может быть и супругой. Из других комнат, созданных специально для современного искусства, мне, пожалуй, более других нравилась чайная коровина. Это была вовсе немудреная затея. Суровый желтоватый холст, которым были обтянуты стены маленькой, лишенной окон комнатки, был покрыт шитьем темно-оливкового цвета, силуэтно представлявшим не то кленовые листья, не то дикий виноград. В свою очередь, эти панно были прикрыты темной решеткой, что в целом создавало впечатление трильяжной беседки. Понизу тянулся широкий, совершенно простой, темного цвета диван. Багст в своем будуаре захотел превзойти себя в смысле изящной и элегантной простоты. И это привело его к созданию чего-то уж прямо аскетического. Мне больше всего нравились в этой круглой комнатушке те барельефы, изображавшие спящих детей, которые венчали под самым потолком рот пилястров, составляющих весь убор стен. Эти барельефы Левушка очень искусно вылепил сам. Мебели, которые он сочинил для своего будуара, можно было сделать упрек, что все эти стулья, туалетный столик, шифоньерка обладали слишком жидкими формами. Они даже производили какое-то болезненное впечатление своей ломкостью. Наконец, светелка, горинка или теремок, головина, была единственной уступкой среди всего этого европеизма каким-то националистическим исканием в духе того, что тогда же творилось княгине Тенишевой в ее талашкине. Четыре стены низкого помещения, в которые проникали, поднявшись на несколько ступеней, и которые освещались посредством полукруглого окна, выходившего на улицу, были сплошь убраны пестро раскрашенной резьбой, в которые были вставлены майоликовые части в виде большой лежанки и какого-то подобия печи. Главным мотивом этого убора были рядышком сидящие совы, назначение коих было создавать сказочное настроение. Кроме того, можно было различить среди корявых форм какого-то очень необычайного растительного царства и других фантастических животных. Щербатов и Мекк были в упоении от проявления такого якобы чисто русского начала. Впоследствии князь поместил эту светелку у себя в имение. Но мое недоверие ко всякому архитектурному маскараду, долженствовавшему означать возвращение к исконным российским народным формам, при всей приятности головинских красок нисколько не было поколеблено. Щербатов и Мекк были в упоении. Их мнение разделял и Добужинский, писавший «Этот теремок, хотя и выпадал из общего стиля, будучи чересчур театральным, был настоящим маленьким шедевром и невиданной в Петербурге новость». Добужинский, воспоминания, страница 287. Да, в сущности, я и народной сказочности в этих нарочитых измышлениях не видел, и мне казалось, что в такой горенке нельзя пробыть и два дня, не получив отвращения от всей этой гримасы. Много времени у меня взяло участие в устройстве образцовых комнат современного искусства. Немало его ушло и на приготовление к спектаклю «Гибели богов». По-прежнему я принимал ближайшее участие в деятельности мира искусства и в издательстве «Красного креста». Но все же моим главным и любимым занятием продолжало быть редактирование художественных сокровищ. Опираясь на все растущий успех и на увеличение числа подписчиков, я продолжал расширять и углублять принятую программу моего сборника. За этот второй год его существования я особенно мог гордиться теми номерами, которые были целиком посвящены Петергофу, богатством Московской оружейной палаты, коллекциям Боткина, графа Шувалова, Петра Ивановича Щукина, Аронинбаумской, Катальной горе. Действительно, только один первый выпуск журнала за 1902 год состоял из отдельных таблиц и сопровождавших их описаний. Номер 2 и номер 3 посвящены собранию Боткина. Номер 4 выставки русской портретной живописи за 150 лет 1700-1850. Номер 5 Катальной горе в Аронинбауме. Номер 6 музею Щукина в Москве. Номер 7-8 Петергофу в XVIII веке. Номер 9-10 Императорской оружейной палате. Номер 11 Собранию Шувалова в Петербурге. Номер 12 Галерея драгоценностей Императорского Эрмитажа. Последние же выпуски были отданы Галереи драгоценностей Императорского Эрмитажа, в которой я проводил многие прелестные часы, руководя снимками и занятые описью особенно ценных в художественном смысле предметов. Для двух московских коллекций оружейной палаты и для собрания Петра Ивановича Щукина мне пришлось несколько раз съездить в Первопрестольную. Работа в оружейной палате при любезности и отзывчивости ее хранителя Трутовского доставила мне одну только радость. Напротив, иметь дело с довольно-таки самодурным Петром Ивановичем Щукиным было делом нелегким и требовало большого терпения. Каждую минуту я рисковал чем-либо не угодить привередливому хозяину. Наконец, исключительное удовольствие мне все же доставила работа над Петерговским номером. Читатель этих записок уже знаком с моим поклонением Петергов, который я могу считать чем-то особенно мне близким и даже родным. Но кроме нежности, которую я чувствовал к чудесным дворцам и тенистым, беспредельным садам этого чарующего места, особенно пленяла там личность его создателя. Именно самой этой личности Петра Первого я и решил посвятить несколько номеров наступавшего 1903 года. Первые три номера журнала художественные сокровища России за 1903 год назывались Петр Первый. Они были выпущены уже Праховым, но их редактором еще значился Бенуа. На страницах были воспроизведены гипсовая маска и восковой бюст Петра Первого из Петровской галереи Эрмитажа, обильные архитектурные материалы, связанные с Петром Первым, гравюры и снимки дворца и дома Петра Первого в Ревеле, первого летнего дворца в Петербурге, Нарвского дома и других. Массу материалов для этого я нашел опять-таки в Эрмитаже, ибо тогда еще там находился кабинет Петра Великого, а в отделении гравюр и рисунков хранился громадный том, содержащий под названием куншты, великое множество проектов в здании и всяких затей Петровского времени. Сенсационным в моем изучении кабинета было то открытие, которое я сделал, найдя в глубинах огромного голландского шкафа гипсовый слепок с головы Петра. Слепок был сделан с живого Петра скульптором Растрелли. По мнению современного историка скульптуры, в маске были сохранены неуловимая мягкость контуров живого лица. Вместе с тем Растрелли творчески оживил маску, передал характер и темперамент Петра. От этой странной небольшой круглой головы с грозным, почти свирепым взглядом веет неподдельной исторической правдой. Преснов, Растрелли, История русского искусства, том 5, Москва, 1960 год, страница 464. Бенуа отозвался на эту находку в своих художественных сокровищах России гипсовая голова Петра I в императорском эрмитаже, 1903 год, том 3, страница 83-84. Этот слепок не был занесен в инвентарь, и происхождение его было и осталось тайной. Сначала я готов был его счесть за произведение Растрелли отца, которое он мог сделать перед тем, чтобы приступить к лепке над знаменитым раскрашенным восковым бюстом, который попал к нам из Рима. Но более внимательное изучение найденной головы не оставляло сомнения в том, что перед нами слепок с натуры, с живой натуры, что если к нему скульптор или формовщик и приложил руку, то только для раскрытия глаз, для удаления швов и для некоторой очистки всего, причем, однако, не менялась ни одна из существенных черт лица и всего черепа. Поистине это было сенсационное открытие, и маститый Стасов по-должному оценил его, горячо меня поздравил с ним и собирался его опубликовать в своем труде о портретах Петра Великого. Портрет был опубликован в книге Стасов галерея Петра Великого в императорской публичной библиотеке Санкт-Петербург 1903 год таблица 24. Два раза в неделю в моей редакции бывали сборища друзей, но постоянных сотрудников у меня было в сущности всего два Еремич и Курбатов. Приходили же, кроме того, все, кому приятно было посидеть в теплой компании и выпить стакан чая с баранками и поделиться художественными новостями. Не совсем одобрительно смотрели на эти собрания ревнивцы мира искусства Сережа и Дима и сами они заглядывали ко мне редко, да и то по моему специальному зову. Зато ни одного такого собрания не обходилось без Бакста, Сомова, Лансере, Степанова, Остроумовой. Появлялся между двумя великосветскими визитами Сергей Сергеевич Боткин, прибегал с какой-либо сенсацией Нурок, служивший в контроле морского министерства, тут же за мостом. Это он принес нам известие об убийстве в Мариинском дворце министра Сипягина. Приходили с очередной жалобой супруги Обер, покинувшие после ряда неудач Париж. Заезжали кузены-бароны Рауш и Врангель и, разумеется, то и дело наведывался гробарь. Ему из современного искусства было только улицу перейти. Министр внутренних дел Сипягин был убит 2 апреля 1902 года Балмашовым. Однако, как неприятно были эти многолюдные и дружественные сборища. Я им предпочитал те часы, которые я проводил здесь в одиночестве, придя специально для очередной работы утром и дав наказ секретарше необычайно усердной «Витте» никого ко мне не пускать. То была отдохновительная работа, во время которой меня не покидало сознание, что я делаю полезные дела и такое, за которое мне будут благодарны и будущее поколение. Ящики редакционной конторки были уже битком набиты фотографиями, рукписями редакционного портфеля. В дальнейшем же я лелеял самые честолюбивые планы. Я рассчитывал увековечить в своем сборнике все замечательные памятники, все наиболее интересные частные собрания. Часть этой программы была затем с 1907 с превосходным успехом выполнена старыми годами, но мне и сейчас кажется, что у меня в сокровищах она получила бы более толковый и более художественный характер. Уже давно мы лелеяли с женой мечту свести наших девочек в театр. Замечая эту жадность, с которой они слушали сказки и разглядывали книжки с картинками, коих у нас было множество. Среди них были и очень старенькие, служившие еще моим братьям и сестрам, но были и новейшие с иллюстрациями Дитца, Крейдольфа, Карл Эгля, Делава, Бутеда Монвеля и так далее. Мы были уверены, что театральное зрелище произведет на них должное впечатление. Сознаюсь, что в этом намерении доставить им такое сверхудовольствие играло немалую роль и то несколько эгоистическое предчувствие, что мы и сами испытаем при том немалую радость. Так оно и вышло. Обе девочки, семилетняя Атя и четырехлетняя Леля, узнав, что их поведут в театр, пришли в неописуемое волнение и стали отсчитывать дни и часы, оставшиеся до этого момента. Программа первого театрального выезда была исполнена согласно всем традициям. Хоть Мариинский театр отстоял от нашего дома на малой мастерской не более как в десяти минутах ходьбы, однако, чтобы добраться до него, все же было решено прибегнуть к карете. И это не столько из-за опасения простуды, стоял ноябрь и уже сыпал снег, сколько именно для придачи всему большей торжественности. Затем немало было потрачено моей женой забот о том, чтобы барышень представить публике в наивыгоднейшем виде. Одно огорчало, но и то было нечто непоправимое. Обе девочки были после кори довольно коротко острижены, и поэтому причесывать было нечего, и пришлось ограничиваться повязанными вокруг головы цветными лентами. Зато в первый раз тогда были надеты новые праздничные белые муслиновые с ажурными прошивками платьица, перевязанные в талии широкими шелковыми голубыми лентами, а ножки были обуты в белые чулки и белые башмачки. Дабы дети могли бы лучше следить за действием, я наизусть выизубрил либретто и, сидя с ними, нашептывал им объяснение того, что происходило на сцене. Впрочем, до балета «Лебединое озеро», шедшего целиком, то есть в четырех картинах, была дана «Орликинада», поставленная еще при Всеволожском, пожелавшим в этой затее воскресить какие-то свои собственные детские воспоминания, полученные от спектаклей в парижском шатле. «Орликинада» прелестный балет, прелести которого особенно способствует музыка Дриго, включающая в себя знаменитую на весь мир ныне немного слишком затасканную серенаду. Вообще же этот балет состоит из всяких трюков, вырастает до неправдоподобной высоты свеча, проваливается балкон дома, то и дело являются феи, а главное сам Орликин представляется в виде элегантного юнца, одетого в пестрый и сверкающий золотом костюм. Все это очень понравилось девочкам, и они к началу Лебединого озера вовсе не казались усталыми и были еще более взбудоражены, нежели когда они только вошли в ложу. До чего же удобны, приятны, широки и уютны ложи милого нашего Мариинского театра. Хвала моему дедушке, что он все так хорошо устроил. Все же доминирующим впечатлением от вечера осталось Лебединое озеро, и с того вечера обе наши крошки только и бредили о том, чтобы самим дома воспроизвести в точности, а родители только поощряли такую милую блажь. Были сшиты балетные юбочки, а сами наши маленькие танцовщицы пытались сделать такие же туры и пируэты, также ходить на пуантах, как это они видели на сцене. Особенно их поразило предельное мастерство нашей звезды первой величины Матильды Кшесинской. Надо прибавить, что на следующий день после спектакля у Лели сделался сильнейший жар, но, к счастью, то была вспышка, длившаяся не более суток и явившаяся лишь наглядным показателем того, до чего вообще была впечатлительна наша дочка, до чего она все виденное пережила. Чудесные райские воспоминания об этом волшебном вечере остались у обеих на всю жизнь. И правда же, редкий праздник удавался так, как этот. Один вид зрительного зала Мариинского театра, который являл особенно блестящее зрелище из средних ложбилитажа, чего стоил. А затем, как лестно и приятно было сидеть у всех на показ, с парадно разодетыми родителями, мамаша в черном, довольно открытом вечернем кружевном платье, папаша во фраке с белым жилетом, с бонной, тоже расфуфыренной, с коробкой чудесных конфет, поднесенной дядей Володей, Аргутинским, лежащей на барьере ложи, с чередой друзей, являвшихся во время антрактов, проверить вблизи, как наслаждаются девочки Бенуа. Ну и, наконец, самый балет, с его легко запоминающейся, местами развеселой, но чаще чуть щемящей музыкой. Под нее, затем исполняемой на рояле их матерью, обе девочки отплясывали каждое свой номер. С его чудесными хороводами белых и черных лебедей, со страшным злым духом, то принимающим образ филина, то появляющимся на придворном балу в виде очень грозного рыцаря. Тридцать пять туров, которые производила под все растущий энтузиазм публики Одилия Пшесинская, также не могли не произвести потрясающего впечатления, но еще больше понравился принц Николай Легат, а также Фокин в роли приятеля принца. Глава сорок шестая катастрофа с художественными сокровищами, пребывание в Риме, моя жена переходит в католичество, Порто Данцио. Для Дягилева роковым поворотным годом был 1901 год. Не случись тогда катастрофы с Сильвией, он продолжал бы служить в театральной дирекции, и неизвестно, как бы все дальнейшее обернулось. Возможно, что он и дослужился бы до высоких чинов. Ему удалось бы заместить Волконского и сесть на его место. Оставаясь на службе у себя на родине, он смог бы связать свое имя с каким-либо особым расцветом искусства в России. Он во всяком случае мечтал об этом, и среди этих мечтаний одним из особенно им лилейных было получение придворного чина, который дал бы ему право блистать при высочайших выходах в качестве какого-нибудь первого чина двора. В минуты откровенности он не скрывал от друзей этих планов. В свою очередь, мы, зная их, частенько его на этот счет поддразнивали, а Осеров даже изобразил в карикатуре будущего Сережу в виде тучного обрюзгшего сановника с большущей звездой на сертуке, принимающего доклад своего главного чиновника, совершенно высохшего, облаченного в вицмундир Валички Нувеля. Карикатура находится в Ленинградском театральном музее. Но если бы жизнь Сережи приняла бы такой оборот, то и не было бы всего того, что он создал в качестве независимого деятеля, и что прославило его имя за пределами Родины. В частности, не было бы русских сезонов в Париже и в Лондоне, не родились бы русские балеты господина Дягилева. А в зависимости от этого не распространилась бы балетная мания по всему свету. Со мной же нечто аналогичное случилось в 1903 году. И я пережил тогда катастрофу, значительно изменившую направление моей деятельности. Вместо чего-то верного и последовательно развивающегося получилось нечто валкое, зависящее от всяких случайностей, а главное нечто ужасно необеспеченное. Некое витание в воздухе или хождение по слабо натянутому канату. Это если и дало мне возможность проявить себя в различных областях, то все же это было очень неудобно и лишено всякой устойчивости. Останься я редактором художественных сокровищ, мое увлечение этим делом продолжало бы расти и неминуемо заполнило бы всего меня. Эта деятельность приняла бы скорее всего научный музейный уклон, к чему я чувствовал тяготение, а в таком случае я едва ли смог бы уделять много внимания другим зовом, жившим в моей душе. Все это догадки из категории «если бы», «дакобы», но во всяком случае в тот момент моя отставка, доставив мне очень глубокое огорчение, произвела значительный поворот во всем моем ведении жизни и в течение всего моего дальнейшего существования. Я и не переставал озираться на это брошенное мной столь мной любимое дело, иначе как с душевным сожалением. Произошла же катастрофа следующим образом. Я уже упомянул в своем месте, что принимая в 1900 году приглашение императорского общества поощрения художеств, взять на себя редактирование его органа, план и программа которого были выработаны лично мной, я поставил в качестве главного условия то, чтобы моя деятельность вне этого редактирования оставалась бы совершенно свободной и не подвергалась бы какому-либо контролю со стороны общества. Это условие я считал нужным поставить, зная, до какой степени недоброжелательно и даже с каким презрением некоторые члены комитета общества относились ко всей нашей группе мира искусства к декадентам. между тем я вовсе не собирался отделяться от моих друзей и чуть ли не изменять им. Я собирался по-прежнему принимать самое близкое участие в работах нашего журнала. В свою очередь я обязывался в редактируемом мною органе не допускать никакой полемики, тем менее какой-либо критики на все, что входило в сферу деятельности общества, ограничиваясь сообщением одних только фактов из области искусства. Эти взаимные обязательства нашли себе подтверждение при обмене письмами между мной и тогдашним вице-председателем общества. В течение двух лет эти взаимные условия соблюдались в точности, и хотя мир искусства позволял себе разные колкости по адресу общества, последнее никак через сокровище не реагировало. Но вот случилось так, что в начале 1903 года в помещении общества была устроена большая выставка современной французской живописи, и она вышла до того неудачной и просто позорной, что я не утерпел и разразился за полной своей подписью на страницах мира искусства весьма суровой ее критикой. Речь идет о статье Бенуа Французская выставка Мир искусства 1903 год номер 1 страницы 13-15 Было бы благоразумнее этого не делать, а если делать, то не доходить до нападок особенно резких, метивших прямо в самое общество, в его комитет. Но я действительно тогда обиделся за французское искусство, а в состоянии такой обиды немного перехватил через край. Члены комитета сочли, что в нескольких фразах я имел их личную в виду и приняли это чрезвычайно к сердцу. Пожалуй, однако, несмотря на возмущение, выраженное в комитете Сабанеевым, Боткиным и Сомовым, которым ни с того ни с сего примкнул и мой брат Альбер, эта буря улеглась бы сама собой, но тут произошел еще один весьма нелепый инцидент, который и привел к катастрофе. Как раз на тех же днях состоялось торжественное открытие предприятия князя Щербатова «Современное искусство». Я находился в качестве участника этого дела для приема гостей, приглашенных на вернисаж у входа на выставку. И как раз одним из первых пожаловал директор школы общества поощрения художеств Сабанеев. Он сразу отвел меня в сторону и тоном начальника делающего выговор подчиненному произнес злополучную фразу «Как вам не стыдно! Вы получаете жалование от императорского общества поощрения и позволяете себе так о нем отзываться». Фраза была глупая и в сущности мне следовало бы ее пропустить без всякого внимания, но мои нервы, как это часто бывает на вернисажах, были особенно натянуты и я почувствовал в этой фразе такое оскорбление, что слепая ярость сразу овладела мной. Не успел я сообразить, что я делаю, как я уже судорожно сжимал обшлаг сертука Сабанеева и, потрясая его изо всей силы, с шипением произносил какие-то ругательства вроде «негодяй», «мерзавец» и тому подобное. На силу он вырвался и убежал, а меня схватили подоспевшие знакомые и друзья, схватили и увели в соседнюю комнату. После этой рукопашни я, естественно, мог ожидать, что, оскорбленный действием, Сабанеев вызовет меня на поединок и, в зависимости от этого, предался тем мыслям, которые полагается иметь в подобных случаях. В качестве секундантов я уже наметил себе Дягилева и Философова и получил на всякий случай их согласия. Действительно, под вечер я получил от Сабанеева письмо, посланное снарочным, но к моему величайшему изумлению, да что скрывать к облегчению, то был не вызов, а длинное объяснение в довольно даже жалостливом тоне. Это меня до того озадачило, что, хорошенько не сообразив, я велел посланцу передать «ответа не будет». Это, вероятно, и переполнило чашу. И уже в следующем заседании Комитета общества Сабанеев добился того, чтобы мне было отправлено официальное выражение неудовольствия, содержавшее и угрозу, что в случае повторения подобного моего отношения к обществу оно будет вынуждено со мной, как с редактором своего сборника, расстаться. На это через пять дней ушедших на всякие раздумья я послал 13 февраля на имя вице-председателя свою отставку, не сопровождая ее никакими объяснениями. Но на этом дело не кончилось, а затянулось оно еще на три месяца, доставляя мне большие душевные страдания. Масса людей встала на мою сторону, и в первую очередь члены моего же редакционного совета Марсыру Ириин. Сам новый вице-председатель общества Нечаев Мальцев Балашов отбыл на Дальний Восток лично умолял взять мою отставку обратно. Да и мне самому до смерти хотелось это сделать, тем более, что я все еще продолжал работать над теми выпусками 1903 года, которые я решил посвятить Петру Великому. Но я не мог сообразить, как это сделать, как взять назад свою отставку без ущерба собственному достоинству. В этот момент секретарь общества Рерих придумал и предложил особый выход из положения. Он вызвался сам убедить принцессу Ольденбургскую, председательницу общества, написать мне приглашение взять мою отставку обратно, на что я не мог бы не согласиться. Для этого Рерих собирался лично отправиться в Гагры, южная резиденция Евгении Максимилиановны, причем он не сомневался, что она такое письмо напишет. Однако после таких решительных изъявлений своей дружбы Рерих все же никуда не поехал, а принцесса никакого письма мне не написала. Мои страдания очень реальные и очень мучительные, хуже нет ничего, как когда надо прибегнуть к какой-то неизбежной операции, и та все время откладывается. Мои страдания обострились еще после того, что Анна Карловна с детьми, исполняя издавна созревшую мечту, в 20-х числах русского февраля отправилась в Рим. Я ее не удерживал, мне даже захотелось остаться одному, чтобы лучше во всем разобраться и принять наименее опрометчивое решение. Вышло же наоборот. После первых же писем моей жены из Рима, где уже царила во всем своем великолепии весна, мне до того захотелось воссоединиться со своими, что интересы мои как-то переставились. В сравнении с таким соблазном, даже самый мой выход из редактирования художественных сокровищ стал казаться почти что желательным. Когда же я уверился, что все старания Нечаева-Мальцева и Марсеру ни к чему не приведут, что Рерих никогда в Гагра не поедет, то я назначил себе день своего отъезда. К этому времени я закончил составление Петровских номеров, и никакие другие срочные дела меня в Петербурге не задерживали. А тут еще наш большой друг Остраумова тоже собралась в Рим вместе с одной своей подругой, и перспектива проделать путь в такой милой компании окончательно утвердила мое решение дальше не откладывать свою поездку. В начале русского марта мы втроем и отправились, а через четыре дня с остановкой в Вене мы были уже в Риме, и я уже оказался в той приятнейшей квартире, которую моя жена нашла в лучшем новом квартале города Навиа-Сицилия в двух шагах от садов Бургези. В этой квартире нашлась и просторная комната для моих спутниц, которые с радостью согласились на наше предложение поселиться и столоваться у нас. С первого же вечера началась тогда очаровательная жизнь в дивной атмосфере Рима. Все это до того меня заняло и поглотило, что я моментами и вовсе переставал думать о сокровищах. В Риме я оказался тогда в первый раз, и, разумеется, нет возможности здесь хотя бы вкратце передать все те впечатления, которые я получил в тот сравнительно очень короткий период, что я в нем пробыл. Их было столько, они были столь разнообразны и такой глубины, что даже беглое перечисление потребовало бы слишком много места. Мне хочется подчеркнуть, что в том художественном пиршестве, которому я предавался тогда в Риме, особенное очарование всему предавало то, что я всем этим наслаждением предавался без усталости, которой обыкновенно подвержен странник, что я жил своим домом, окруженный обычным, столь мной ценимым семейным укладом, в уютной квартире и в приятнейшем квартале. Моей жене удалось, кроме того, и это не последнее дело, найти очень подошедшую к нам прислугу. Правда, Джузеппина нередко пребывала в вертограде господнем, то есть напевалась пьяной, однако это не мешало ей быть образцовой кухаркой, отлично стряпавшей наши любимые итальянские блюда. А тут еще случилось так, что моя сестра Катя, проводившая из-за здоровья младшей своей дочери Зины, ставшей впоследствии знаменитой художницей, Зиму в окрестностях Неаполя решилась перебраться более на север и тоже оказалась в Риме. Благодаря им в наш круг попал и их добрый знакомый, симпатичнейший, но и потешный в своей безграничной наивности американец, уже несколько лет как поселившийся в Риме мистер Гендерсон. Он незадолго до того перешел в католичество и был вследствие того весь исполнен ликующего энтузиазма. Он горел духом прозелитизма и, в общем, оказался удивительно созвучным с теми религиозными переживаниями, в которых пребывала за последнее время моя жена. После нескольких колебаний Атя и решилась наконец совершить этот столь значительный шаг сделаться католичкой. К этому ее побуждало как малое духовное удовлетворение, которое она находила в своей родной религии в лютеранстве, казавшемся ей слишком рассудочным, лишенным мистического полета, так и ее желание еще более приблизиться ко мне и к нашим детям. Знакомство с Гендерсоном получило при этом значение какого-то знака свыше. Повторяю, те сто с чем-то дней, которые я провел тогда в Риме, можно вполне сравнить с каким-то сплошным и чудесным пиршеством. Однако не все одинаково было оценено мной, и было бы интересно подвести итоги моим тогдашним духовным приобретением, что из всего виденного более всего запало в душу. И вот как это ни странно, менее всего впечатлений я получил от остатков классической древности. Не то, чтобы я не был поражен величием Колизея и не был бы очарован некоторыми особенно поэтичными уголками форума, однако, пожалуй, я бы все же предпочел вместо этих вырытых обломков, дающих ныне впечатление какого-то недавнего военного погрома, застать еще прежний коровий луг, по которому бродил и мой отец, и Александр Иванов, и сколь многие другие художники и поэты прежних времен, когда это поле перерезало тенистые аллеи, когда тут же паслись стада валов и коров. Не особенно меня волновали и памятники ранних христианских времен. Единственное наше посещение катакомб было испорчено тем, что очень спешивший монах-проводник француз не переставая острил и болтал какой-то вздор. Чудесные мозаики в святой Пуденциане, еще исполненные классического духа, святого Климента и других церквей, но почти все эти церкви испорчены украшениями позднейших времен. Вот когда в досаде на это бестактное вторжение совершенно чуждого и даже враждебного элемента начинаешь ненавидеть барокко, его бесцеремонную, высокопарную назойливость, его столь неуместную шумиху. И это там, где так хотелось бы сосредоточиться в тишине и в спокойствии. Но тут же я спешу сделать очень важную оговорку. Все же к самым сильным римским впечатлениям принадлежит то, что получаешь от небольшой капеллы Сан-Зено в церкви Пресседе, в своде которой мозаика изображает четырех ангелов, поддерживающих круг с ликом Спасителя. Аналогичное волнение одолевает, когда находишься под сводами колонной галереи в церкви Санта-Констанца. В мозаиках которых еще светятся последние улыбки паганизма и язычества. А сколько чудесной символики, сколько волнующих сцен находишь на стенах бесчисленных саркофагов. Что говорить в этой области Рим, несмотря на позднейшие порчи и на варварские разрушения, содержат неисчерпаемые сокровища, приглашающие к пытливому изучению одного из самых значительных и драматических периодов истории. И все же Рим обладает для меня особенно притягательной силой в памятниках более к нам близких. И как раз то, что выражено в формах того самого барокко, который я готов предать проклятию там, где оно отвлекает внимание от вещей совершенно иного порядка. Напротив, там, где вся система барокко творит свои чудеса совершенно свободна, и при этом пользуется такими знаниями, такой техникой и таким чувством масс, которые не имеют себе равных, там я испытывал ни с чем не сравнимый восторг и восхищение. Начать Сан-Пьетро с его божественной колоннадой и с его дышащим мощью фасадом, пусть слишком выдвинутым вперед, что, как известно, скрывает на близком расстоянии вид на купол Микеланджело, и все же чудесным. Этот фасад архитектора Модерны подвергается всегда ожесточенной критике. Однако я не знаю другого примера, где бы контрапункт колонн и окон, где бы игра мощных карнизов, где бы грандиозные капители складывались в такую чудесную гармонию. Это ли не божественная архитектура? Это ли не предельная художественная мощь? Да и внутри собора святого Петра барокко празднует свои ликующие триумфы. Что спорить, в романских и готических соборах лучше молиться? Как-то помимо знания, само собой, под действием их каменных масс, устремленных ввысь, устанавливается род общения с высшими силами. В Сан-Пьетро действительно молиться трудно, просто некуда приткнуться. зато душу наполняет радость, не похожая ни на какую иную земную радость. Это какой-то навеки утвержденный праздник, это каменный и все же трепещущий жизнью апофеоз. Он охватывает и убеждает. Это резиденция наместника Петра, но не Симона Петра, бедняка рыбаря, а Петра привратника небесного, того самого апостола, на котором, как на несокрушимой скале, зиждется вся торжествующая церковь Христа. Здесь все крепко, звучно, строго и даже не без оттенка чего-то грозного, как подобает тому месту, в котором силы небесные изъясняются понятным и все же непостигаемым языком. Я никогда не кончил бы своего рассказа о моем первом посещении Рима, если стал бы перечислять все, что меня поразило и пленило, хотя бы только в одной области живописи. Но как не помянуть здесь Станце Рафаэля, Сикстинскую капеллу, или в отдельности картины Тициана, такие картины, как Любовь земная и небесная, толкование сюжета этой картины мне безразлично, как ряд картин одного из моих любимых художников Караваджо в галерее Дориа и в капелле Евангелиста Матфея в Сан-Луиджи де Францесси, как плафон Гверчино Аврора в Казино Лудовизи, как фрески Пентуриккио в Ватикане, тогда еще недоступные публики, но показанные мне милейшим художником Людвигом Зейтсом, состоявшим хранителем папских сокровищ. Хочется еще назвать фрески истории Психеи Рафаэля в Форнезине. Мне бы следовало закончить эту главу о Риме прогулкой по его очаровательным окрестностям, рассказать про наши экскурсии в Тиволе, в Фраскате, в Альбано, на озеро Неми. Некоторые из этих экскурсий мы проделывали всей семьей, некоторые происходили с ночевкой, и тогда до чего же были чарующие эти утра в какой-нибудь полудеревенской Альберго. Я особенно много поработал в Виле Эсте и в Виле Мондергоне близ Фраскате. Я изучил со всех сторон загадочную гробницу Горациев под Оричьей, но рассказ обо всем этом приходится отложить до другого раза, ибо никак мне это не уложить в какие-то нормальные рамки. В качестве же резюме скажу, что эти загородные поездки имели особенное для меня значение как художника. Они явились как бы существенным дополнением к той школе, которую я прошел в Петергофе и других петербургских окрестностях, и которую я закончил в Версале. Одна Вилла Эсте дала мне столько уроков, с восторгом воспринятых и усвоенных, что я одно время мечтал даже посвятить этим тивалийским впечатлениям отдельную книгу, но времени на это, увы, не нашлось. В Риме мы пробыли до начала июня и пробыли бы дольше, но когда приятная теплень сменилась с тягостной духотой, перед нами встал вопрос, куда бы перебраться на лето. Меня лично тянуло в горы, или точнее в те предгорные местности, куда на лето перебирались и мои милые романтики, в Субианко, в Рокоди Папа или в Тиволи, в Фраскате, в Неме, но Анне Карловне представлялось, что было бы особенно полезно для детей пожить на берегу моря, а в таком случае всего проще было отправиться в ближайший в те времена приморский городок Порто до Ансо. Поэтому на следующий же день, после того, что наши барышни отбыли обратно в Россию, сестра Катя с дочерьми еще раньше покинула Рим, мы же тронулись на дачу к морю, тогда как от нашей милой квартиры пришлось отказаться, так как мы не собирались после лета возвращаться в Рим. Однако нельзя сказать, чтобы Ансо оказалось вполне отвечающим тому, что мы ожидали. Я надеялся найти грандиозные руины того роскошного дворца, что когда-то соорудил здесь на самом берегу Нерон. Я думал, что и современный порт даст мне массу живописных мотивов. На самом же деле от дворца остались лишь совершенно бесформенные из воды торчащие глыбы. Что же касается до порта, то Ансоевский порт в те годы был очень неказистой рыбацкой гаванью, в которой на якоре стояло не больше двадцати парусных судов. Любой бретонский порт обладал большей значительностью и живописностью. О том же, что мы находились на юге, говорило лишь то, что стояла жестокая жара, что целыми днями, растянувшись по парапетам, спали сном праведных разного рода бездельники. К счастью, в часы полдня можно было укрыться в сравнительно прохладных комнатах того каменного дома, который мы наняли, и которые выходили на открытую, обнесенную низким парапетом, террасу. С нее можно было наблюдать за ленивой работой не слишком отважных мореплавателей, изучать пластические позы спящих и любоваться, как в кристаллически прозрачной изумрудной воде на фоне золотистого дна плавают, ныряют и кувыркаются голые мальчишки. Мы занимали весь верхний этаж этого дома, носившего у местных жителей совершенно незаслуживаемое название палаццо. В этаже же под нами ютил с какой-то не внушавшей большого доверия сброд, а в ловчонке нашего этажа можно было отведать свеженно готовленных устриц и других даров Нептуна, запивая их довольно терпким вином. Пляж Ванцио песочный и в будни он оставался пустынным. Зато по праздникам наезжали и купались масса жителей из окрестных дачных мест и главным образом из Рима. Тогда городок оживлялся, но грязный без того берег еще более загрязнялся самым отвратительным образом. Говорят, теперь этот дефект в значительной степени исправлен, но в то время буквально нельзя было сделать двух шагов, чтобы не наступить на всякие отбросы, в том числе и на человеческие. Ни меня, ни Атю совершенно не соблазняло купаться в таких условиях, но раз мы привезли детей на море, следовало дать им возможность этим пользоваться. Была нанята будка-кабинка и приглашен учитель плавания, карикатурно-тучный средних лет итальяшка, который должен был научить детей плаванию. Эта припотешная фигура целыми днями не выходила из воды, пребывая в очень упрощенной одежде с огромным оголенным пузом. Он всячески старался доказать свою полезность, то и дело повторяя фразу «О, я стараюсь наблюдать беспрерывно, чтобы не приключилось какой беды». Но риск потонуть при таком мелком дне в этой части бухты был минимальный. Толстяк зарабатывал получаемую мзду тем, что поддерживал наших девочек в воде в горизонтальном положении и, пожалуй, действительно научил их первым основам нотационного искусства. Очень плохо спалось Ванцуо, так как и ночью не наступала передышка в гнетущей жаре. А то, что необходимо было защищаться от мустиков под кисейными палатками, не способствовало освежению и сну. А тут еще непривычные загадочные звуки. Так сначала мы не могли понять, кто это босыми ногами ходит над нашими головами. Ведь жилого помещения над нами не было. На третью ночь я наконец вылез из-под кисеи, зажег свечку, и тогда оказалось, что это шлепают по потолку нашей спальни очень гадкие, желтые, прозрачные как желатин, ящерицы. Их способность бродить как муха по опрокинутой поверхности объясняется тем, что лапки их снабжены своего рода щупальцами или вантузами, которые при каждом шаге, отделяясь от поверхности, чмокают. Одна из зверюк на свою погибель попала на липкую бумагу, положенную против мух. И тут мы смогли изучить эту очень безобразную ночную гадину. Днем нашими мучителями, кроме комаров, являлись странствующие музыканты. Один с тромбоном, один с песклявой дудкой, третий дико пиликавший на контрабасе, четвертый бивший в барабан и звякавший цимбалами. Получив как-то разброшенную из окна подачку, эти виртуозы сочли своим долгом приходить каждое утро и исполнять по нескольку раз свой репертуар. Продолжался этот кошмар до тех пор, пока Джузеппина не надоумило нас от них откупиться. И действительно, после того, что им были вручены десять лир с просьбой оставить сеньоре в покое, их стало слышно только издали. Среди портовых моряков один отличался удивительно мужественной осанкой. И был он до того мило вкратчив и убедителен, что мы наконец сдались и стали его нанимать для морских прогулок в его баркароли. «У меня две жены», говорил этот Сальваторе, «моя жена и моя барка». Но я думаю, что жен случайных и несобственных у него было гораздо больше. Уж очень он был красив и приятен. Однажды, изловив большущую черепаху, Сальваторе ее поднес нам, получив за это гораздо больше, нежели полагалось. Дети долго забавлялись на террасе неуклюжестью допотопного животного, пока тут же Сальваторе одним махом вдруг не отрубил его змееподобную голову. Вслед за тем он искусно отделил массивный щит от мясистой части, а из нее наша искусная кухарка приготовила привкусный сочный суп. Из прогулок на второй супруге Сальваторе особенно запомнилась та, которую мы совершили, когда, подняв парус, переплыли всю нашу бухту, доехав до того пустынного берега, где находятся руины виллы Цицерона. Там, под высоким и широченным сводом, наш рыбак при помощи прихваченного с собой приятеля развел костер и на костре сварил грандиозную порцию макарон. Половину съели наши моряки, привкусно приправленную луком и томатами. Выходило, что мы покушали в гостях у того самого римлянина, из-за которого я когда-то порядком намучился, переводя его обличительную речь против взяточника и шантажиста Росцеа Америнуса. Прямо насупротив выхода из этого зала погреба и отстоя всего метров наста от берега возвышается средневековый замок с одинокой квадратной башней, которому ведет через воду покоящийся на массивных арках каменный мост. Вход в этот замок, занятый военными властями, запрещен, но я сделал с этого Кастель-Астура два довольно удачных этюда, один из подсвода Цицероновой виллы, другой с берега. Не этот ли замок вдохновил Беклина на одну из его самых эффектных картин «Поверженный город»? Глава 47 1903 год Последний вечер в Риме Возвращение в Петербург Конец современного искусства Визит Прахову в моей редакции Иллюстрации к Медному Всаднику Возвращение Семьи Наши Дети Русская Школа Живописи Наводнение Аукцион Тенишевой Я уже упомянул о зовах, которые я получал из Петербурга. Скрипя сердце, я наконец решился оставить семью и в одиночестве отправиться в обратный путь. Первым долгом надлежало наладить наш бюджет после того, что я лишился жалования по редактированию художественных сокровищ. Римское пребывание унесло добрую четверть остатков отцовского наследства, и если бы мы продолжали так безрассудно тратиться, то через года полтора-два мы бы оказались совершенно пустой кассой. ныне писано в 1944 году, что мы уже столько лет живем буквально изо дня в день, обеспечение, которым мы еще тогда обладали, представляется мне колоссальным. Но в те еще вполне нормальные времена оно было ничтожно. Никто в нашем кругу вообще не затрагивал капитала, и я, непрестанно затрагивая свой, должен был это скрывать от близких, иначе они стали бы уж очень неодобрительно ко мне относиться. Настал и самый момент отъезда. Еще целый день я провел с женой в Риме, наняв до вечера комнату в том отеле около Сан-Гуисеппе, в котором останавливалась с дочерьми сестра Катя. В темноту мы объехали на Ветурине разные любимые места и добрались до Сан-Пьетро. Остановившись на площади, мы глядели на единственное светящееся на фасаде Ватикана окно. Это было окно опочивальни Папы. И то, что в нем еще был свет, означало, что Лев XIII, болевший уже некоторое время, еще был жив. По пути на вокзал я бросил еще одну крупную серебряную монету в грохочущие воды фонтана Дитрови, дабы быть уверенным, что еще вернусь в Рим. А там Атя помогла мне сдать багаж и усадила меня в купе второго класса. Как и в предыдущие годы, мы обещали друг другу писать ежедневно и оба сдержали слово, что если и утешало нас, то в то же время и разжигало до настоящей пытки наше желание снова оказаться вместе. Увы, в Петербурге меня ожидало одно разочарование за другим. Начать с того, что не только грабаря, но и вообще я никого не нашел в современном искусстве. Самое помещение было закрыто, и я на силу добился какого-то сторожа, который только смог мне сообщить, что все де уехали, а когда будут обратно, не сказывали. Лишь недели через две все же появились в Петербурге князь Щербатов с Мекком. Приехали они специально для меня, однако вовсе не для того, чтобы, как о том Щербатов писал, передать мне заведование современным искусством, а для того, чтобы сообщить, что они совершенно отчаялись в целесообразности и даже вообще в художественном смысле своей затеи. При этом, естественно, они не обнаружили ни малейшего интереса к тому, исполнил ли я данный ими заказ рабочего кабинета. Но и я не напомнил им о нем и не показал им своих проектов, так как сам был ими слишком недоволен. Так бесславно и кончилась та затея, которая при своем возникновении должна была свидетельствовать о нашем несомненном ренессансе и на осуществление которой князь Щербатов положил больше ста тысяч рублей. как это не странно и несмотря на то, что рушился один из устоев, на которые я рассчитывал, я был рад такой развязке, так как, повторяю, в глубине души никогда не верил в жизнеспособность этой барской блажи и еще меньше чувствовал в себе призвание к ней. Более болезненно я перенес другое разочарование, постигшее меня во время того визита, который я сделал новому редактору моих художественных сокровищ, знаменитому Адриану Прахову. Шел я к нему с надеждой, что мне удастся его убедить не публиковать те материалы и те архивы, сведения о царских резиденциях, которые я заказал раздобыть по моим указаниям в московском архиве Успенскому. Однако Прахов, принявший меня с какой-то веселой лаской, сидя в кресле, так еще недавно служившем мне и за моим столом, сразу и наотрез отклонил мою просьбу. Он, где уже успел получить от Успенского часть заказанных мной статей, он уже заказал моим же фотографам новые снимки в садах и дворцах Павловска и Царского села, и он готовился выпустить такого же монографического характера номера, как те, что были публикованы мной. Однако в первую голову он был занят выпуском тройного номера, посвященного художественному собирательству покойного государя Александра Третьего, что показалось мне уже очень откровенным актом лакейства. Напрасно я попробовал подействовать на совесть и на простое чувство порядочности Прахова, ведь как-никак он меня и мои идеи обкрадывал. Маститый профессор все с той же слегка насмешливой улыбочкой остался при своем, а когда я слегка вспылил и стал произносить слова в менее вежливом тоне, он, положив руку мне на колено, вымолвил «Не горячитесь, дорогой Александр Николаевич». «Это вы принимаете так к сердцу, потому что вы молоды. Когда же вы достигнете моих седин» в это время Прахов уже перестал красить свою окладистую бороду и свою профессорскую шевелюру, то все это покажется вам сущими пустяками. Тут я его покинул, но вовсе не успокоенный, а чуть не плача от досады и бешенства. Достигнув уже ныне обещанных им седин, я все еще не счел тогдашний инцидент за пустяк, а продолжаю чинить Прахову и очень значительный моральный иск». Особенно же обидно мне показалось, когда эти монографические номера сокровищ, посвященных Павловску и Царскому селу, действительно появились. Просто непонятно, до какой степени этот профессиональный эстет сумел исказить мою затею, с какой бездарностью, с каким безвкусием он ее представил. Эти и еще другие менее значительные разочарования обострили мои мучения от разлуки с женой и с детьми. Я спрашивал себя, для чего я их покинул? Уехал из божественной Италии и теперь бессмысленно коротаю однообразные летние дни в пыльном опостылом Петербурге в пустой квартире. Почти все друзья были в разъезде. Сережа и Дима, вернувшись из-за границы и наладив ближайшие дела, успели отбыть в деревню. К братьям в Петергоф меня не тянуло, а общество одного милого Аргутинского и вечные с ним коллекционерские разговоры меня не удовлетворяли. Особенно я заскучал с момента, когда из Ансо стали приходить письма весьма меня встревожившие. Анна Карловна, вздумавшая подвергнуться по совету доктора М каким-то подкожным впрыскиванием, заболела таинственной сыпью, сопровождавшейся сильным жаром. Когда даже эта беда миновала, и ее письма заполнились рассказами о всяких тамошних развлечениях и удовольствиях, то мне и совсем стало не в моготу. В этих письмах особенно ярко выразилось писательское дарование обожаемой моей Анны Карловны. Особенно запомнилось то письмо, в котором она описала какой-то религиозный праздник в Ансо и, между прочим, передала в комическом тоне проповедь необычайно рьяного курата. Говоря о величии Иисуса Христа, он его назвал императором из императоров, султаном из султанов, а, предвещая конец мира, он, неистово жестикулируя, погрозил, что тогда произойдет нечто такое, что он выразил словами «Апокатриката эт апотрикатата». В другом письме Атя подробно описывала ту прелестную прогулку в коляске, которую она с детьми проделала, начав ее с осушенных болот понтийских и завершив посещением с ночевкой Альбано и Рокко де Папа. Я стал серьезно подумывать, не махнуть ли обратно? Сначала, однако, я решил закончить одну начатую еще в Риме работу и отправиться в путь, получив за нее гонорар. То были заказанные мне кружком любителей изящных изданий иллюстрации к поэме Пушкина «Медный всадник». В Риме, постоянно отвлекаемый прогулками и изучением достопримечательностей, я занимался «Медным всадником» урывками. Теперь же, имея в своем распоряжении массу времени, я постепенно втянулся в работу. В общем, мне казалось, что у меня выходит нечто довольно удачное. Вот, мечтал я, получу свои пятьсот рублей, и тогда прощай, Питер, я стрелой полечу к своим. Однако, видно, уже год выдался такой незадачливый, ничего не клеилось, расклеилось и это дело, причинив мне еще одно огорчение. Инициатором затеи и посредником между кружком и мной был один из деятельных членов его, милейший Василий Андреевич Верещагин. Все, что у меня получалось из-под карандаша и пера, находило его полное одобрение. Получаемые из типографии оттиски, воспроизводящие мои рисунки, сделанные в стиле политипажей тридцатых годов, я тотчас же раскрашивал в нейтральные тона, которые должны были затем припечатываться литографским способом. Моя часть должна была поспеть к концу августа и, казалось, ничто не могло помешать тому, чтобы книжка появилась на свет в декабре. Но не так все обернулось. Кружок любителей отнесся, в общем, благосклонно к моей работе. Но вот им очень не понравился рисунок, изображавший самого Пушкина с лирой в руке на фоне Петропавловской крепости. Они потребовали, чтобы я его переделал. Среди этих господ было несколько бывших лицеистов, и это они в качестве как бы однокашников и сотоварищей Александра Сергеевича считали себя вправе отрицать сходство моего очень условного портрета с поэтом. Таковое требование взорвало меня, и я решительно отказался внести и малейшую поправку, после чего Верещагин с сокрушенным видом вернул мне мои рисунки, а мне пришлось расстаться с забранным вперед гонораром. К счастью, к этому самому моменту вернулись из деревни Сережа и Дима, и оба, что называется, вцепились в мои иллюстрации, решив, что они будут помещены в мире искусства. Мало того, тогда же Сережа предложил мне разделить пополам редактирование нашего журнала. Он сохранил бы за собой современный отдел, которому были бы посвящены шесть выпусков, я же должен был редактировать остальные шесть, целиком отданные старине. Иллюстрации же к медному всаднику с полным текстом поэмы Сережа взял себе с тем, чтобы поместить в первом номере нового 1904 года. Последние недели ожидания возвращения жены и детей были самыми мучительными. Я считал не только дни, но и часы. Столько то где остается до вечера, столько то до утра, а там еще день пройдет и так далее. И наконец радостный момент настал. Кажется, это было 15 сентября. Я нанял большое ландо и покатил на Варшавский вокзал за целый час до прибытия поезда. На вокзале заручился носильщиками, дома же все приготовил для торжественной встречи. Постепенно все затем вошло в норму. И вот тут я как-то особенно оценил наших деток, сильно за эти месяцы повзрослевших и развившихся. Особенно это сказывалось на Леле. Из совершенного Бэбби она постепенно превращалась в мило-шаловливую и очень смышленую девочку. Проказом ее не было конца. Тогда-то ей и было дано вполне заслуженное прозвище домашний чертик. Маленькая Атя тоже нас радовала, но в другом роде. Не по годам развитая. Она теперь много читала и про себя, и вслух сестре, а карапузик Коля потешно присаживался к ним и тоже старался вникать в те истории, которые содержались в нескольких любимых книжках, среди коих почетное место занимал сборник сказок в зеленом с золотом переплете «Хоровод эльфов». Впрочем, читала Атя свободные по-русски. Живым же сказителем сделался для них с этих пор Еремич. Что касается Коли, то ему частенько попадало от матери, но это исключительно за то, что он мало ест и решительно отказывается расширить свое меню дальше кашек и молока. Сколько Атя его не подчевала, не уговаривала, какие она ему не готовила вкуснейшие и аппетитнейшие вещи, он от всего отказывался. Почти каждодневно за завтраком или за обедом происходили сцены, аналогичные с теми, которые происходили, когда дети чем-либо заболевали. Атя чуть не плакала, возмущалась, негодовала, бронила сыночка противный мальчишка, топала ногой, но все это, если и действовало, то в обратную сторону. Коленька не только всячески артачился, не давал себе просунуть между зубов ложку, но выплевывал то, что все же на силу попадало в рот. В данном вопросе я не был заодно с женой, так как был убежден в полной бесполезности всякого насильственного питания. «Но разве можно совладать с материнским инстинктом такой силы, как тот, что продолжал господствовать в моей обожаемой?» Одним из памятных событий осени 1903 года было то наводнение, в котором чуть не захлебнулся Петербург. это бедствие не достигло тех размеров и не имело тех трагических последствий, которыми прославилось наводнение 1824 года, повторившееся почти день в день через сто лет. Однако все же вода в Неве и в каналах выступила из берегов и улицы, в том числе и наша малая мастерская, на несколько часов превратились в реки. Из своих окон мы могли любоваться, как плетутся извозчики и телеги, с набившимися в них до отказа седоками, и с водой по самую ось, и как разъезжают лодочки, придавая Питеру вид какой-то карикатуры на Венецию. Мне это наводнение пришлось до чрезвычайной степени кстати, так как я получил тогда новый заказ сделать иллюстрации к медному всаднику от экспедиции заготовления государственных бумаг. Стояла не очень холодная погода, южный ветер нагнал нам бедствие, и когда вода довольно скоро отхлынула, то я смог пройтись по сухому по всей набережной. По дороге, под все еще всклокоченным небом, с быстро мчавшимися розоватыми облаками, очень жуткими показались мне огромные дровяные баржи, выброшенные на мостовую английской набережной. Совершил же я тогда эту далекую прогулку не только из любопытства. Настоящей целью ее был аукцион коллекции княгини Тенишевой, происходившей в ее доме на английской набережной. Почему-то княгиня решила распроститься со всем тем, что отверг музей императора Александра Третьего, о чем я рассказал выше. Большей частью то были акварели и рисунки в свое время приобретенные ею из собраний Кушалева-Безбородка и Базилевского. Но продавалось и все то, что было ею куплено по моему совету. Аукцион происходил в том самом небольшом особняке, в котором я когда-то предавался мечтам об образовании грандиозного музея современной иностранной живописи и где был устроен банкет во знаменовании создания журнала «Мир искусства» и так далее. Печально было глядеть на такое окончательное разорение моего недоношенного детища. Безжалостно были тогда разъединены обе серии так любовно и с таким бесподобным мастерством созданные Леоном Фредериком «Леон и хлеб» с их центральным панно изображающим плодородие. Серии Роши Леон Фредерико находятся ныне в государственном эрмитаже. Разъединены были и все шестьдесят сангин Бушардона «Крики Парижа». Пошли по рукам и Бартельс и Мейсунье и Ганс Герман и Латуши и Казен и прелестный портрет детей Люсьена Симона а также все, что я откопал в комнатах и шкафах Марии Клавдиевны среди этого чудесный рисунок Гауденцо Феррари и три этюда дам в костюмах конца восемнадцатого века Норблена де ла Гурдень. В самом конце все того же 1903 года фирма Голике и Вильборг соединение этих двух домов которые работали для нас произошло около того же времени в которой технической частью заведовал бесценный Скамоне заказала мне монументальный и роскошно иллюстрированный увраж посвященный русской живописи который я назвал русская школа живописи Помимо других соображений я взялся составить эту книгу потому что мне это давало возможность исправить некоторые уж очень резкие и несправедливые отзывы о русских художниках которые являлись моими грехами молодости в книге История русской живописи в 19 веке вышедшей в 1902 году Кроме того мне было приятно руководить изданием которое задавалось целью дать ряд образцовых воспроизведений в черном и в красках с наиболее характерных картин русской школы Глава 48 начало войны с японцами недовольство режимом великий князь Николай Михайлович интрига против Дягилева собирание материалов для выставки портретов отрада графов Орловых Давыдовых новый 1904 год начался фортиссимо с грохота внезапно начавшейся войны с японцами это произошло совершенно неожиданно для нас для всего нашего круга но как будто не совсем подготовлены были к тому и другие круги те кому ведать надлежит это была первая настоящая война в которую была втянута Россия после 1878 года но за совершенно настоящую ее никто вначале не считал а почти все отнеслись к ней с удивительным легкомыслием как какой-то пустяшной авантюре из которой Россия не может не выйти победительницей подумайте эти нахалы японцы вдруг полезли на такую махину как необъятное русское государство с его более чем 100 миллионным населением у меня и у многих зародилось даже тогда подобие жалости к этим неосторожным безумцам ведь их разобьют вдва счет ведь от них ничего не останется а если война перекинется к ним на острова то прощай все их чудесное искусство вся их прелестная культура которая мне и друзьям особенно полюбилась за последние годы полюбилась она настолько что многие из нас обзавелись коллекцией японских эстампов а хокусай хиросиги куниоси утамаро стали нашими любимцами как раз за год до войны гробарь привел ко мне одного странствующего японского антиквара у которого мы все купили тогда по довольно сходным ценам прекрасные листы и восхитительные нетски мелкая скульптура из камня широко распространенная в странах Дальнего Востока потом разнеслась молва что наш торговец был шпион но никому во время его бытности в Петербурге подобное не приходило в голову недолго однако пребывало русское общество в неведении настоящей силы нового презренного врага пока получались первые известия о поражениях общее настроение оставалось оптимистическим общий интерес сосредоточился на осаде порт Артура а в надежности этой твердыни все были уверены благо там командовал такой архигерой как Стессель а вообще дело представлялось так где-то у черта на куличках идет какая-то свара в которой мы ничуть не повинны туда отправлены одни только армейские полки столичным людям мало знакомые предводительствуемые неизвестными командирами делая это как всякое кровопролитное быть может и жестокое дикое и нелепое но нас живущих за 3-9 земель оно мало касается и вот постепенно положение стало меняться а после гибели Петропавловска и битв при Лаояне и Мукдене после ряда отходов на заранее укрепленные позиции японцы перестали быть смешными русское общество вспомнило о воинском духе и воинских доблестях этой страны самураев и поняло что надо дать достойный отпор тут и дамы принялись за дело одни из действительного чувства долга другие из подражания и чего-то вроде моды война становилась в некотором смысле популярной перестала быть каким-то колониальным недоразумением тут же стали с каждой неделей все громче и громче раздаваться голоса отвердившие что мы не были приготовлены что это преступление что война это следствие какой-то гнусной аферы дело рук каких-то алчных высокопоставленных хищников параллельно шло разочарование в тех кому выдалось трудное дело руководить военными действиями подвергалось критике кунктаторство вынужденное кунктаторство генерала Куропаткина и совсем без доверия относилась интеллигенция к тому энтузиазму который старались раздуть в войсках представители официальной мистики посредством молебнов крестных ходов и раздачи икон и так далее где-то глухо раздавались увещевания и прорицания старца из ясной поляны которые распространяясь по всей России будили совесть и напоминали о заветах Христа с другой стороны не было никакой возможности сразу совсем покончить раз еще далеко не все ресурсы были исчерпаны и страна в целом не испытывала каких-либо тяжких последствий от этой далекой трагедии в частности мы художники что греха таить просто не были озабочены войной не интересовались прочтешь очередные военные телеграммы и успокоишься а иной раз даже и не прочтешь возмущались мы скорее бездарностью и нелепостью разных мероприятий а кое-кто помоложе начинали тревожиться лично как бы не дошла очередь до них как бы не попасть на фронт если же вся интеллигенция в целом на чем-либо сходилась то во всяком случае не на каком-либо ура патриотизме а скорее на том что наш строй целиком никуда не годится и что пора его радикально переменить одни при этом видели вину в самом режиме и мечтали о революции которая водворила бы новый более рациональный порядок другие же видели беду не так в строе как в том кто его возглавлял замена одного лица другим могла бы спасти и самый принцип монархии но вот кто мог бы явиться таким спасителем кто бы нашел в себе храбрость и решимость Елизаветы Екатерины Второй или ну хотя бы попустительство Александра Первого Павловича как раз в этом же году произошло мое сближение с самым культурным и самым умным из всей царской фамилии с великим князем Николаем Михалычем Николай Михалыч Великий князь 1859 1919 историк автор многих трудов император Александр Первый опыт исторического исследования тома Первый Второй Санкт-Петербург 1912 год Московский Некрополь Санкт-Петербург 1907 год Петербург 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 Санкт-Петербург 1912 1913 год и другие В течение зимы 1903-1904 годов я виделся с ним по крайней мере один раз в неделю и я просиживал целые часы в его кабинете в нижнем этаже Новомихайловского дворца на Дворцовой набережной беседуя с ним а то и занимаясь разбором тех фотографических материалов которые он собрал для задуманного монументального издания «Русский исторический портрет» книга «Русские портреты 18-19 столетий» была издана в 1905-19 годах ближайшими его официальными сотрудниками были два ученых-историка Шумигорский и Голумбьевский но они занимались лишь составлением текстов тогда как до самых портретов как таковых они не касались вовсе я же пользовался уже в это время достаточным авторитетом как историк русского искусства и поэтому когда как-то за завтраком Дашков заявил великому князю что вот Бенуа очень интересуется его изданием он тут же пригласил меня посещать его и помочь ему в данном деле рассказывая в другом месте о завтраках Павла Яковлевича я уже не только упоминал об их посещениях великим князем но и попробовал дать некоторую характеристику его первое время знакомства с великим князем Николаем Михайловичем я подпал его несомненному шарму его манера быть запросто со всеми его живой интерес к истории как прошлого так и настоящего времени его широкие познания все это способствовало тому что он почти всех пленил нравилось мне и его статная со склонностью к полноте но все же стройная и очень эффектная фигура нравилось и что-то монгольское в красивых чертах лица напоминавшее впрочем скорее турка или южного татарина нежели калмыка или китайца иные находили в нем сходство с евреем что объяснялось тем что как говорила придворная молва его настоящим дедом был банкир Габберт но вот должен здесь прибавить что шарм великого князя действовал вполне на меня пока я лишь изредка с ним встречался и в довольно многочисленном обществе когда же я стал его видеть чаще и в большем интиме то шарм этот получил значительный ущерб началось с того что он однажды прямо меня возмутил когда не стесняясь моего присутствия он разнес своего адъютанта барона Блюммера с такой резкостью с какой разве только какой-либо барин-крепостник разносил своего холопа и произошла эта сцена по поводу самого пустяшного недосмотра допущенного Блюммером по жалкому виду последнего видно было что он к таким распечкам приучен что для него это нечто обыкновенное при первой же встрече с Дашковым я поделился с ним своим впечатлением на что услыхал такие слова вы еще не знаете великого князя он только прикидывается европейцам а на самом деле это азиат и бедному Блюммеру приходится подчас очень плохо не нравилось мне и то как Николай Михайлович относился к моим советам и к моим замечаниям касающимся его труда то как он их не дослушивал как он оставался при своем было что-то очень обидное типично великокняжеское при этом он по существу бывал всегда неправ честь и слава остается разумеется за ним как за создателем такого грандиозного памятника не говоря уже о всех его других исторических исследованиях но все же очень и очень досадно что присущие этому изданию недостатки мешают пользоваться русскими историческими портретами в полной мере можно было вполне избегнуть или вовремя исправить многое если бы не упирательство великого князя в числе самых существенных дефектов этого издания надо отметить следующее совершенно непонятное отсутствие портретов допетровских и петровских отсутствует даже сам Петр I отсутствует Екатерина I Анна Иоанновна Петр II Анна Леопольдовна и Елизавета I Екатерина II представлена всего одним и далеко не характерным портретом да и в дальнейшем наблюдаются необъяснимые пропуски касающиеся членов царских семей затем весьма огорчительное отсутствие в тексте всяких сведений касающихся портретов как таковых то есть означение размеров технических способов на чем писаны какими красками происхождение наконец тот факт что воспроизведение малого формата помещены по три и по четыре на одном листе часто принадлежат к разным эпохам разным семьям и руке разных мастеров мешает раскладке их между тем раскладка как будто предвиделось в плане иначе к чему бы прибегать к табличной системе наши споры относительно формата воспроизведения техники репродукций необходимых сведений в тексте приобретали не раз довольно острый характер и я по одним испуганным глазам брюмера чувствовал что захожу слишком далеко в таких случаях я предпочитал оборвать на полуслове под предлогом что я куда-то спешу становилось очевидным что мой августейший оппонент стоит на своем из одного упрямства и что никакие доводы не способны это упрямство преодолеть в этом сказывалась и значительная доля самодурства однажды великий князь обнаружил при мне и при Дашкове и при других еще одну не очень приглядную сторону своего характера это произошло уже поздней осенью 1904 года в разгаре приготовлений к затеянной Дягилевым грандиозной выставке портретов которую по просьбе Дягилева возглавил великий князь оказавший в дальнейшем ходе работ немалые услуги среди которых главной было то что он добился от своего венценосного племянника высочайшего покровительства это открывало нам и самые замкнутые двери и заставляло сдаваться и самых строптивых обладателей портретов однако во время хода работ два таких неудобных характера как Дягилев и великий князь все чаще сталкивались Николай Михайлович стал тяготиться безудержной решимостью Сергея еще более его стал пугать размах всего что касалось финансовой стороны дела он стал жаловаться то одному то другому на Дягилева и наконец повел против него настоящую интригу с целью избавиться от непокорного сотрудника но великий князь забывал что Дягилев не был сотрудником а ему принадлежала инициатива всей затеи и что им уже произведена колоссальная работа для ее осуществления как в смысле отыскания самих портретов так и их исследования подкоп обнаружился на одном из заседаний комитета выставки в новомихайловском дворце на котором присутствовали кроме меня несколько ученых хранитель артиллерийского музея Струков и Дашков но на котором к моему большому удивлению я не увидал Дягилева великий князь сначала возобновил свои жалобы на отсутствовавшего а затем прямо объявил что он решил сменить Дягилева причем он прибавил что собирается на следующий же день отправиться в царское село для того специально чтобы испросить у его величества соизволение на назначение на должность комиссара выставки иного лица за этим сообщением великого князя наступило гробовое молчание всем стало как-то стыдно за нашего председателя прервал молчание Дашков он встал и замахал руками не будучи сразу в состоянии справиться со своим заиканием а затем выпалил сильно повысив голос целую громовую речь с тоном крайнего возмущения он запротестовал против самой возможности отнять у Дягилева то что было его идеей и на что им уже положено столько труда кончил же Дашков угрозой что он ни минуты не останется в составе выставочного комитета если действительно его императорское высочество исполнит высказанное намерение такой взрыв смутил великого князя он сразу забил отбой но Павел Яковлевич не унимался и продолжал усовещать нашего председателя пока тот ему твердо не обещал все оставить по-старому Дашков был так возмущен за Дягилева он так разволновался и расстроился что когда мы вскоре покинули дворец он попросил меня несмотря на поздний час проводить его пешком до Михайловской площади а когда мы дошли до его дома он пригласил меня зайти и вот тут в комнате обыкновенно служившей каким-то преддверием столовой а при небольшом кружке гостей в ней мы распивали после завтрака чудесная Дашковская мука он в течение нескольких часов продолжал возмущаться и разбирать по косточкам великого князя Никогда еще я не видал благодушного уравновешенного Павла Яковлевича всегда несмотря на легкий оттенок либеральности столь лояльного в отношении всего что касается монарха и его близких в таком возбуждении ругая великого князя он буквально задыхался а заодно попал и государю ибо Павел Яковлевич не сомневался что хитроумному лукавому дяде без труда удалось бы убедить племянника тем более что было известно что сам Николай II недоброжелательно относится к Дягилеву с того самого момента когда последний получил отставку по третьему пункту под конец беседы часам к трем ночи у обоих у нас совершенно заплетались языки была распита целая бутылка дивной морожки а вернулся я домой пьяненький но все еще в особенно приподнятом расположении духа вспоминая характерно судорожные напоминавшие Петрушку жесты Павла Яковлевича его хохот вино его веселило но за последние годы с появлением симптомов грудной жабы вино ему было строжайше запрещено его примилое заиканье я в ночном одиночестве у себя в кабинете продолжал смеяться до слез незабвенная ночь милый Павел Яковлевич как особенно стал он мне мил после того что так выразил благородство души и одержал столь блестящую победу над коварством я забежал вперед и рассказал сцену случившуюся уже тогда когда работа над портретной выставкой была в полном разгаре теперь нужно вернуться назад и рассказать что это была за затея и каково было мое личное отношение к ней я уже неоднократно указывал на то что одной из моих самых характерных черт всегда было очень сильное тяготение к прошлому то что кто-то назвал уродливым словом пассеизм стало это тяготение проявляться очень рано и толчком к тому могли служить разные театральные впечатления немалую пищу я находил в этом отношении в самом нашем родительском доме который был полон призраков ведь стены папиного кабинета были завешаны фамильными частью очень хорошими портретами когда-то живших дядюшек и тетушек а в его библиотеке очень много книг содержали изображения былых времен и как раз многие из этих книг я не уставал рассматривать причем мне особенно нравились всякие рыцари пажи старинные замки жуткие подвальные темницы грандиозные чертоги внутренности соборов ко всему такому меня тянуло и я очень рано сам стал пробовать свои силы в подражаниях подобным картинам затем решительным моментом в моей пассеистской мании были спектакли менингенцев в первый раз посетивших Петербург в 1885 году постановки их буквально свели меня с ума одновременно родилась и моя книга мания как раз специально направленная на ознакомление с видимостью прошлого с тем как все выглядело как люди одевались из чего состояла их обстановка и так далее рассказал я и о том как я и Атя в ней я находил полный отклик увлекались будучи еще совсем юными музеем общества поощрения художеств как нам захотелось окружить себя когда-нибудь такой же столь нам много говорившей стариной сильнейшим толчком в этой же мании были появления костюмных у вражей Рассине и Готтенрота Затем приобретение в 1888 году монументального сборника Хирта в шести томах Годом позже приобретение четырехтомного словаря русских гравированных портретов Равинского с которым я с тех пор никогда не расставался и которые я всюду таскаю с собой Незабываемое впечатление произвели на меня отдельные портреты например в 1883 году Смолянки Левицкого украшавшие тогда комнаты Большого Петерговского дворца и там же поразивший меня портрет Елизаветы Петровны девочкой с момента какого-то моего влюбления в этот портрет начался вообще мой культ Елизаветы доходивший временами до чего-то похожего на галлюцинации я был на седьмом небе когда мне удалось купить у букиниста гортье на Невском хороший портрет Елизаветы Первой в роскошной вычурной раме того же времени после чего последовала покупка портретов Петра Первого особого типа Екатерины Первой почтенного князя Шаховского фельдмаршала Апраксина и многих других Одновременно я коллекционировал гравированные портреты разных деятелей и подписался на выходивший в Германии многотомный труд собрания портретов Любил я подолгу застревать в канцелярии Академии художеств где все стены тогда были сплошь увешаны портретами художников и любителей искусства среди которых было несколько шедевров лучший из них был портрет архитектора Кокоринова работы Левицкого постепенно я заразил пассеизмом своих друзей и больше всего того кто позже других подошел к нам по моему настоянию во втором выпуске мира искусства появились смолянки а через год Дягилев запуская другие всякие дела занялся своей монографией посвященной Левицкому имея намерение в дальнейшем посвятить такие же исследования Роктову Боровиковскому Щукину как все чем он занимался так и это получило скоро оттенок какой-то одержимости он запускал к великому огорчению философа все другие иногда и нужнейшие дела просиживая целые дни в архивах или разъезжая по дворцам и усадьбам в поисках новых и новых изображений людей былых времен стали поговаривать и о том что следовало бы устроить специальную выставку вроде той которую историк Петербурга Петров устроил в 1870 году смотрите каталог исторической выставки портретов лиц 16-18 веков устроенный обществом поощрения художеств Санкт-Петербург 1870 год когда на нашем горизонте появился во всей своей необузданности юный барон Врангель и почти сразу заговорил о своем намерении устроить выставку исторических портретов я усмотрел в этом исполнение чего-то давно желанного и изъявил сразу полную готовность помочь ему советом и делом не сомневаясь что и Дягилев также взглянет на эту затею Врангеля но не тут-то было Сергей увидал в мальчишке Врангеле конкурента жестоко распек меня за данное согласие сам же от принятия участия в выставке наотрез отказался а лично Врангелю не стесняясь стал показывать свое недружелюбное отношение когда же выставка Врангеля все же состоялась в 1902 году и получилось если не полной то все же крайне интересной Сергей всячески выражал свое отрицательное отношение к ней придираясь и к выбору вещей и к размещению особенно возмущаясь тем что многое на нее не попало смотрите подробный иллюстрированный каталог выставки русской портретной живописи за 150 лет 1700 1850 Санкт-Петербург 1902 год на меня же Сережа много месяцев дулся обвиняя меня в каком-то попустительстве и в том что благодаря мне выставка вообще могла состояться и тем самым оказалась каким-то предвосхищением давно им лилейной мысли и вот почти сразу после того как закончилась Врангелевская выставка памятником который остается отлично изданный и содержащий массу сведений каталог Дягилев тогда уже не занятый в театре и без особого усердия продолжавший заведовать миром искусства принимается за выполнение своей главной задачи вскоре благодаря Дашкову он добивается того чтобы во главе затеев стал великий князь Николай Михайлович а через посредство последнего получает высочайшее покровительство естественно что его ближайшим советником и сотрудником продолжал быть я но и в отношении Врангеля он меняет гнев на милость и привлекает его к участию продолжая впрочем держать его на известной дистанции труд самого собирания или по крайней мере нахождение портретов был поделен между Сергеем и мной но далеко не поровну себе он взял наиболее тяжелую часть мне же предоставил более легкую он поставил себе задачи объехать всю провинцию то есть все города и веси все помещичьи усадьбы о которых было слышно что они обладают интересными в разных смыслах но главным образом в художественном портретами и Дягилев выполнил значительную часть этой колоссальной программы памятником чего являются изданные им ведомости в которых результаты этих его блужданий часто сопряженных с большими неудобствами с ужасной усталостью перечислены это издание ставилось особенно в вину великим князем транжили Дягилеву растратчику мне же достались петербургские коллекции часть московских а кроме того два отдельных особенно интересных места толстовская ясная поляна и отрада графов орловых давыдовых однако как это ни странно до отрада то я добрался и провел там целый день а в ясную поляну к толстым передумал ехать хотя уже было и спрошено и получено разрешение на мое посещение от графини Софьи Андреевны оставалось только дать телеграмму что я еду дабы были высланы лошади на станцию всякому показалось бы особенно любопытным войти в личный контакт с самым значительным человеком своего времени и увидеть его в его обыденной обстановке однако по мере приближения намеченного дня я все менее и менее радовался предстоящей встречи и напротив меня стал одолевать рот ужаса перед ней природу чего однако я не смог бы вполне выяснить мне с особенной ясностью представилась вся суета царившая как говорят непрерывно в ясной поляне в этом доме всегда полном гостей а самая беседа с Львом Николаевичем стала мне представляться все менее заманчивой в свое время большое впечатление произвел рассказ о той ободряющей ласке с которой Толстой встретил философа и Дягилева в Москве в своем московском доме тогда в ответ на высказанное моими друзьями покаяние что они плохие христиане что они плохие ученики его Толстого хоть и чувствует всю правоту его проповеди он напомнил им об евангельском Закхее которого Христос одобрил хоть этот начальник мытарей отдал только половину своего имущества да но то было пять или шесть лет тому назад а что встречу я теперь а вдруг Толстой станет меня корить и усовещивать хуже того вдруг я художник вынужден буду выслушивать эту с моей точки зрения дикую ересь которую он изложил в своей книге об искусстве спорить же я бы с ним не стал и беседа могла бы получить очень нудный оборот лучше отказаться от соблазна я и отправил из отрады телеграмму что приехать не могу впрочем я и сейчас не раскаиваюсь в таком малодушии разумеется было бы крайне любопытно все увидать и услыхать что я уже знал понаслышке в величайших подробностях разумеется это был бы мне превосходный материал для занимательных рассказов разумеется мне бы позавидовали и Валечка и Бакст и Дима и весьма еще многие все это так но в сущности все это было бы чем-то никчемно суетным пожалуй даже чем-то снобическим а такие чувства мне не хотелось мешать с моим подлинным пиететом к Толстому из всех посещенных мной тогда ввиду нашей выставки мест наибольшее впечатление на меня произвела помянутая от Рада Орловых и не столько сам трехэтажный из кирпича построенный и не оштукатуренный совершенно простой дом скорее похожий на фабрику мне говорили что его строил ученик или помощник знаменитого Ринальди сколько то что я нашел внутри и опять-таки не его хозяин который мучимый очередным припадком мигрени так ко мне и не вышел а все то подобие двора что состояло из управляющих разных частей огромного хозяйства а также из учителей и гувернеров того из молодых графов который пребывая от рождения в полубезумном состоянии никогда не покидал от Рады и проводил жизнь в своего рода заключение под непрерывным наблюдением врачей и помянутых гувернеров этот молодой человек оказался за завтраком сидящим как раз наискось от меня но меня с ним не познакомили а его странные судорожные движения а временами и какое-то мычание вскоре объяснили почему это так особенно меня поразило что каждый кусок он прежде чем положить в рот тщательно и с весьма подозрительным видом обнюхивал его как будто преследовал страх что его могут отравить мой сосед слева предостерег меня чтобы я отнюдь не глядел в сторону несчастного так как присутствие чужого уже беспокоило его и это беспокойство могло бы кончиться буйным кризисом велико было мое удивление когда другим соседом за столом оказался дрожайший друг детства Лева Брюн де Сент-Ипполит с которым я не встречался лет шестнадцать или восемнадцать теперь он состоял в отраде ученым агрономом и жил там постоянно с женой и детьми в отдельном доме после обеда я совершил с Левой большую прогулку вдоль двух прудов лежащих перед садовым фасадом усадьбы и мимо каменного павильона в котором хранилось ценное собрание научных инструментов и других предметов принадлежавших Ломоносову побывали мы и на образцовой пасеке где ученый пчеловод очень толково рассказал мне про жизнь в ульях причем несмотря на одетую на меня сетку меня ужалила одна из жительниц этой многотысячной обители зашли мы и в церковь имеющую форму окруженной колоннами ротонды и служащей родовой усыпальницей графов орловых там похоронен и знаменитый фаворит Екатерины второй князь Григорий Григорьевич а также его в отсвете лет скончавшаяся жена после прогулки я еще посидел час с Левой вспоминая наше детское прошлое а с вечерним поездом отбыл в Москву с Левой я с тех пор не видался из других подмосковных усадеб посещенных мной тогда ввиду выставки я должен еще назвать грандиозное Юсуповское Архангельское и две прелестных усадьбы Голицыных Петровское там я нашел между прочим два замечательных портрета писанных пенсионером Петра Первого Матвеевым и другой изящный одноэтажный дом в строгом стиле Людовика Шестнадцатого в котором жили две старые княжны все это я пишу по памяти которой вполне доверять я не решаюсь Глава сорок девятая Лето в горках собирание материалов для моей монографии о царском селе азбука змеиная полянка назревание общественного кризиса я приглашен участвовать в газете слово конец мира искусства айседора Дункан встречи с врубелем лето 1904 года мы провели в Финляндии верстах в 20 от станции Райвала на восток среди непроходимых лесов и студеных озер нашлась для нас уютная дачка стоявшая на территории имения сестры Остроумовой Морозовой я и на сей раз не принял в сердце унылый чахлый финский пейзаж но все же воздух идеальной чистоты аромат обступивших нас тесным кольцом сосен и елей прозрачность озерных вод и нежная меланхолия лимонно-желтых зорь а также чудесное молоко и странное отсутствие комаров сообщило нашему пребыванию в горках большую прелесть и настоящее отдохновение отдыху способствовало и то что никто из обыкновенно нас осаждавших гостей сюда в такую глушь не решался заглядывать да и я за это лето вдали от городской суеты основательно отдохнул несмотря на то что проводил на даче лишь три последних дня недели тогда как остальное время оставался в городе будучи поглощен занятием в архивах для моей истории царского села ценнейшие сведения я нашел в государственном архиве помещающемся на дворцовой площади в нижнем этаже министерства иностранных дел и именно совершенно неожиданно по указанию любезнейшего архивариуса среди самых разнообразных бумаг канцлера безбородка много интересного оказалось и в архиве министерства двора на шпалерной там властвовал суровый хранитель но мне удалось не без труда завоевать его доверие и с этого момента он стал мне оказывать большие услуги наконец работа в дворцовом архиве царского села доставляла мне особое удовольствие этот архив был сложен в здании царской оранжереи и надлежало пройти через лес пальм чтобы поднявшись на верхний этаж очутиться в небольшом очень светлом помещении на архив малопохожем в нем я проводил многие часы в полном одиночестве в полной тишине при открытых окнах через которые вливался знаменитый своей живительной прелестью царскосельский воздух там же в здании оранжерея я однажды под вечер чудесного летнего дня услыхал пушечный выстрел то значило что царица разрешилась от бремени просчитав число ударов которыми ознаменовалось борождение особо женского пола и слыша что пушка продолжает палить я понял что российское государство получило давно ожидавшегося наследника цесаревича дай дай это бог подумалось мне тогда и вероятно миллионам моих соотечественников чтобы этот наш будущий государь оказался более отвечающим идеалу монарха нежели его отец который при всех своих общечеловеческих качествах и при всем своем шарме в это время уже перестал пользоваться любовью и доверием своих подданных но судьба готовила страшный трагичный ответ на подобные надежды родившемуся в тот день младенцу было суждено прежде чем погибнуть мученической смертью стать невинной причиной непрерывной многолетней муки своих родителей благодаря его же роковой болезни на память его и отца и матери легла жуткая тень Распутина обладавшего магическим даром останавливать кровотечение коим страдал несчастный мальчик а какой то был ясный радостный день какие радостные лица были у всех кого я встречал затем отправляясь после окончания своей работы на вокзал как весело неслись со всех концов экипажи придворные собственные и наемные спешившие к Александровскому дворцу поздравить царскую чету на даче в горках я в то лето мало работал с натуры зато там в деревенской тишине я закончил свою азбуку и приступил к иллюстрированию капитанской дочки и то и другое печаталось в экспедиции заготовление государственных бумаг но азбука созданная по моей инициативе вышла затем сразу в печати тогда как иллюстрации к Пушкину пролежали под сукном до самой революции когда они наконец нашлись в совершенно другом ведомстве и были мне возвращены целью одной из наших любимых прогулок в горках была грубо сколоченная круглая беседка стоявшая на невысоком холмике в центре полянки густо поросшей можжевельником к беседке вела узкая тропинка там было приятно прячься от солнца и от дождя чаще от дождя читать беседовать дети приносили туда свои игрушки но среди лета прелесть этого места исчезла когда обнаружилось что самая полянка густо заселена змеями гадюками как-то раз наше внимание было обращено на странное сверкание показывавшееся над низкими жесткими зарослями то в одном месте то в другом а то и в нескольких сразу когда это сверкание приблизилось то явилась возможность различить что производили его быстро и плавно сновавшие точно по волнам змейки гадюки зрелище было занятное и даже пожалуй красивое но совсем неуютное жена и дети поняв в чем дело бросились вон из беседки и закаялись туда ходить напротив меня манили не только это в своем роде очень поэтичное место но и этот чуть колдовской балет представляемой таинственными и сколь опасными обитателями полянки с середины июля нам пришлось начать поиски новой квартиры после нескольких тщетных поездок мы наконец набрели с женой на нечто вполне подходящее на какой-то идеал эта находка была просторной квартирой в восемь комнат в последнем доме по первой линии Васильевского острова у самого Тучкова моста и больницы Марии Магдалины здесь для меня была большая высокая комната с окнами выходившими на север просторно была и детская и наша спальня а что касается столовой то она будучи в одном конце закругленной формы была пожалуй и чрезмерной так как в длину она имела 16 шагов зато сколько места оказалось в моем распоряжении для развески своих художественных редкостей я особенно гордился пейзажами Гойена Клаубера Гюисманца но особенно картиной Пуссена изображающей похищение Прозерпины далее превосходными образцами живописи и рисунка были две батальные картины неаполитанца Мура большой кухонный натюрморт Бодегон в котором я не прочь был видеть кисть самого Веласкеса два наших фамильных гварди две чудесные сангины приписывавшиеся Кладиону великолепный проект тронного зала Екатерины Второй Вален Деламотто проект театрального занавеса Детомона эскизы декорации Гонзаго Канопи Бибиены две гуаши Жозефа Верне эскиз театральной декорации Буше наконец ряд русских вещей большой вид римской компании Александра Иванова жанровый сюжет Кипренского старуха Венецианова портрет придворного скорохода Бурдина дети пускающие пузыри Пнина Портрет Анны Карловны и мой профильный работы Сомова Большая группа семьи моего деда около 1818 года и так далее и так далее Кое-какие свои работы я теперь удостоил чести занять места рядом с этими сокровищами тогда как бесчисленные другие мои этюды или композиции оставались покоиться в картонах в картонах же лежала и моя уже тоже порядочно разросшаяся коллекция старинных и новых иностранных и русских рисунков водворились мы на новой квартире в конце августа собирались мы зажить в ней на многие годы так она нам нравилась такая она была удобная и комфортабельная но судьба сулила иное и не прожили мы в квартире у Тучкова моста даже года политический горизонт все более заволакивался и это получало отражение на любой частной жизни с каждым днем усиливалось настроение общей тревоги известия с войны становились все менее утешительными и непрестанно росло небывалое общее неудовольствие это уже не было обычное в русском обществе бубнение и невинное фронтирование ведь даже в своих самых лояльных кругах русские люди и раньше не прочь были позлословить насчет разных персон стоящих у власти или критиковать всякие мероприятия правительства в общем однако это было скорее довольно благодушное чесание языка особенно падки были на то лица которые ничем не рискуя и вовсе не собираясь каким-либо образом примкнуть к крамоле чувствовали потребность слыть среди близких за каких-то очень передовых даже не без оттенка чего-то красного тут было и нечто от басни про моську и слона тут было и что-то что называют показыванием кукиша в кармане так всегда было и не только вреда не приносило а напротив приносило известную пользу исполняя функцию какой-то отдушины так смотрели на подобные ропоты те кому было поручено блюсти нерушимость общественного порядка даже в нашем определенно полицейском государстве существовало мудрое правило пусть болтают большого вреда от этого нет иные сановники и те охотно принимали участие в этих пересудах зная что ныне никакое слово и дело не может обернуть подобную невинную игру в подобие заговора и в нечто для них опасное семья Бенуа была из наиболее лояльно настроенных однако боже мой как иной раз за обыкновенным семейным сборищем свирепствовали наши домашние заилы и критиканы только мамочка озиралась тогда и тревожно приговаривала не в присутствии прислуги да что скрывать и я многогрешный нередко подливал масло в огонь наслаждаясь своим же собственным священным негодованием так было еще когда правил не любивший шутки шутить Александр Третий так продолжалось в очень усиленном тоне в дни его сына бывало что при ощущении прочной надежности всего строя такая беседа сбивалась и на более революционный лад отчего было не поиграть с чем-то столь далеким и недостижимым как неспровержение существующего строя когда же русские люди попадали в чужие края то и самые мирные незлобивые любили пококетничать своим свободомыслием горько жалуясь на невыносимый гнет и вторя клеветникам России но теперь под действием той трагедии что разыгрывалось на Дальнем Востоке под действием того срама который приходилось претерпевать всенародно обычное бубнение стало переходить в иной тон революция оказалась уже не за горами она как-то вдруг придвинулась к самой действительности русское общество почувствовало зыбкость ненадежность всего и ощутило потребность в коренной перемене громче и отовсюду стали слышаться требования обуздания правительственного произвола непопулярная японская война способствовала развитию уродливого явления пораженчества в этой войне стали видеть не столько борьбу с внешним врагом сколько средства справиться с внутренней неурядицей проиграв войну обанкротившись существующий режим должен будет уступить иному и уже разумеется более культурному опирающемуся на более передовые данные выработанные политической наукой и более сходственному с теми государственными системами которыми гордились передовые государства запада вопрос об обуздании абсолютизма о конституции стал злобой дня а так как правительство особенно после гибели среди лета министра Плеве одного из самых тупых но и самых храбрых поборников системы неуступчивости стало выказывать все большую растерянность то эти вопросы теперь могли быть обсуждаемы и в печати сначала в несколько робких и иносказательных тонах а там все громче и откровеннее как раз я тогда впервые получил доступ к повседневной печати в тесном кругу людей интересующихся искусством мое имя было известно благодаря сотрудничеству в мире искусства и моей истории русской живописи однако после нескольких давнишних тщетных попыток проникнуть в одну из газет я перестал об этом думать и вот осенью 1904 года Перцов приступивший к изданию новой газеты умеренного направления сам обратился ко мне с предложением взять на себя в слове отдел художественной критики хотя Перцов был близким родственником моего приятеля члена религиозно-философского общества Петра Петровича Перцова однако до того времени я с Николаем Ивановичем не встречался но из беседы с ним выяснилось что он мой усердный читатель и что вообще лично интересуется искусством внешность Перцова не особенно располагала к нему это был высокого роста массивный очень прямо державшийся черноволосый и чернобородый господин с необыкновенно грубыми и некрасивыми чертами лица чему впрочем противоречила его воспитанность и отличные манеры в общем он производил впечатление не то что высокомерного но все же преувеличенно сдержанного холодного европейца что же касается его художественных взглядов то они не были созвучны с моими а отличались известной склонностью к академической банальности и большим недоверием ко всяким крайностям а крайностями в те времена представлялось все что хоть немного выходило за пределы самого обывательского реализма однако перцов гарантировал мне полную свободу мнения в своей газете и именно это явилось для меня тем соблазном перед которым я не смог устоять оставалось выяснить политическую окраску слова и на этом особенно настаивал философ тогда еще не переставший заботиться о соблюдении друзьями какой-то осмотрительности в их общественных выступлениях недаром за ним все еще числилась у нас кличка гувернантки по его совету я и предложил перцову вопрос будет ли газета стоять за реформы за конституцию до которой мне лично было мало дела когда я в ответ услыхал категорическое разумеется то моим колебанием настал конец и я согласился стать постоянным сотрудником новой газеты которая если я не ошибаюсь стала тогда же осенью выходить надо еще сказать что как раз тогда же мы решили покончить с нашим детищем с миром искусства последней попыткой продолжить его существование явилось со стороны в виде предложения нашей прежней меценатки княгини тенишевой вновь взять на себя расходы по изданию нашего журнала мы было пошли на это жаль было бросать столь все же близкое нам дело но тенишева ставила непременным условием принятие в качестве равноправного третьего редактора кроме Дягилева и меня и Николая Константиновича Рериха а это совершенно не нравилось никому из нас так как при всем уважении к таланту Рериха как художника мы не вполне доверяли ему как человеку и товарищу не верили в его искренность и в самое его расположение к нам в эти годы тенишева действительно очень дорожило сотрудничеством с Рерихом из всех русских художников писала она кроме Врубеля это единственный культурный очень образованный настоящий европеец не узкий не односторонний благовоспитанный и приятный в обращении незаменимый собеседник широко понимающий искусство и глубоко им интересующийся тенишева впечатление моей жизни страница 387 как раз одним из условий тенишевой при согласии возобновить субсидии журналу мир искусства было исключение Бенуа из состава редакции на словах как бы согласившийся с этим Дягилев тем не менее указал имя своего друга среди будущих сотрудников журнала усмотрев в этом нарушение их договоренности тенишева поместила объявление в газете в котором отказывалась принимать какое-либо участие в предстоящем издании это окончательно решило судьбу журнала прибавлю к этому что прекращение издания мира искусства не причинило нам большого огорчения все трое дягилев философ и я устали возиться с журналом нам казалось что все что нужно было сказать и показать было сказано и показано поэтому дальнейшее явилось бы только повторением каким-то топтанием на месте и это особенно было нам противно я не читал воспоминания княгини тенишевой изданных в париже но мне говорили что весь этот эпизод с кандидатурой Рериха выставлен там в ином и в превратном смысле в частности что княгиня в этих записках очень отрицательно отзывается обо мне и о всей нашей компании бог ей судья мне же жаль что она не нашла иного послесловия нашему содружеству и сотрудничеству первые номера слова появились еще осенью того же 1904 года в них было несколько моих статей и заметок Бенуа сотрудничал в газете слово с 1904 по 1907 год в 1904 году в газете появились его статьи ноябрьские выставки новая постановка Руслана и музыка и пластика по поводу Айседоры Дункан 4 12 и 23 декабря к сожалению у меня нет под рукой этих моих первых опытов газетного сотрудничества и кроме двух статей я не помню о чем именно они толковали запомнилось только что одна из моих статей была посвящена моему кумиру Адольфу Менцелю как раз в то время окончившему свою долгую и плодотворную жизнь а другая танцовщица Айседоре Дункан восторженным поклонником который я тогда выступил это был некролог в связи с кончиной Менцеля напечатанный не осенью 1904 года а 3 февраля 1905 года танцы Айседоры произвели на меня и на очень многих среди них на будущего нашего ближайшего сотрудника Фокина глубокое впечатление и скажу тут же что если мое увлечение традиционным или классическим балетом против которого Айседора вела настоящую войну и не было поколеблено то все же я и по сей день храню память о том восхищении которое вызвало во мне американская босоножка не то чтобы все в ней мне нравилось и убеждало начать с того что она как женщина не обладала на мой вкус каким-либо шармом тем что теперь так грубо означается словом секс она не отвечала ни одному из моих идеалов не то что Цуки или Павлова или Корсавина или Спесивцева или сестры Федоровы многое меня коробило и в танцах моментами в них сказывалась определенная чисто английская жеманность слащавая прецизионность тем не менее в общем ее пляски ее скачки пробеги а еще более ее остановки позы были исполнены подлинной и какой-то осознанной и убеждающей красоты главной чем Айсидора отличалась от многих наших славнейших балерин был дар внутренней музыкальности этот дар диктовал ей все движения и в частности малейшее движение ее рук было одухотворено после одного из ее выступлений в 1904 году поклонники решили чествовать артистку ужином устроенном в верхнем зале ресторана Кюба я был среди приглашенных и удостоился чести сидеть рядом с этой несомненно гениальной но и шалой в жизни женщиной естественно что во время такого пиршества ни о чем серьезном не говорилось беседа ограничивалась шутками тостами изъявлениями восторга особенно вдохновенным характером отличалась речь милого совершенно обезумевшего от восторга все еще продолжавшего пылать юношеским пылом Яна Ценглинского перед тем чтобы произнести ее он нагнулся через стол ко мне и захлебываясь от волнения произнес по-русски но с очаровательным польским акцентом незабываемые слова ты понимаешь Александр что это такое это не женщина это ангел это черт какой-то свою ангела бесовскую натуру Айседора тут же проявила она сильно запьянев вдруг заявила что желает плясать немедленно был отодвинут в сторону стол все расселись широким кругом а она сбросив с себя верхнюю хламиду и оставшись в одной короткой рубашонке симпровизировала вакхический танец я вам спляшу танец вакханки а под конец грохнулась не причинив себе ни малейшего увечья на ковер кто-то из устроителей отвез ее затем в европейскую гостиницу где она остановилась и рассказывал потом что и там безумица еще долго не могла успокоиться плясала валялась по полу обнимала и целовала своего спутника на силу вырвался тут же вспоминаю рассказ Константина Сергеевича Станиславского про подобный же пир в Москве и тогда Дункан без устали плясала валялась и снова плясала а под самое утро уже совершенно пьяная пожелала на деле выказать свою страсть себе же в пару она наметила к немалому его смущению нашего целомудренного Константина Сергеевича Станиславского стараясь соблазнить его беспредельно сконфуженного она доказывала ему что от двух таких гениев как она и он непременно должно родиться существо небывалой красоты и значительности какой-то подлинный сверхчеловек на силу Станиславский от подобного сотрудничества уклонился последние месяцы 1904 года прошли у нас в приготовлениях к исторической выставке портретов с высочайшего разрешения Дягилеву был для того предоставлен в полное распоряжение необъятный Таврический дворец и теперь надлежало придумать как его использовать этими планами был главным образом занят я в помещении вовсе для того не предназначенном надо было разместить всю массу имевших поступить картин скульптуры и всякой драгоценной мелочи при этом желательно было соблюсти известную систему какой-то хронологический порядок дабы все в целом могло представить течение истории России и в то же время явить собой некое торжественное целое я чрезвычайно увлекся задачей и был счастлив когда Сергей принял мой план безоговорочно а это значило что он по своему обыкновению приложит всю свою энергию на его исполнение я притянул к делу моего племянника даровитого и очень культурного архитектора Николая Лансере а также его ближайшего приятеля Таманова Лансере помог мне придать Елизаветинской выставке в 1911 году необычайно пышный выдержанный строго в стиле эпохи характер Николай Лансере был самоотвержен до крайности а в смысле дарования он удивительно напоминал своего деда моего отца Оба только что кончили академию художеств и горели желанием послужить делу затеянному миром искусства усердными поклонниками которого они состояли Первым долгом надлежало разбить все помещение по царствованию а для того чтобы выразить это особенно явственным образом я придумал что в каждом из больших зал будет рот тронного места под балдахином с драпировками под которыми и был бы помещен наиболее характерный и величественный портрет данного монарха такие тронные места Лансере и Таманов скомпоновали для Петра Первого для Елизаветы Петровны для Екатерины Второй для Павла для Александра и для Николая Первого Открытие выставки было сначала намечено в середине января но довольно сложные строительные и обойные работы затянулись Устроителям это пришлось кстати мы и не торопились Так интересно было заниматься сортировкой картин попутно их изучая и сравнивая между собой Немало запущенных порванных пришлось подвергнуть реставрации Каждый день пребывало по новой партии Сколько получалось открытий Сколько удалось исправить застарелых ошибок и ложных традиций Насколько отчетливее становились личности некоторых больших мастеров с Левицким на первом месте Доступ посторонним лицам на выставку до открытия был строжайше запрещен Но разумеется для целого ряда лиц были сделаны исключения вследствие чего зачастую получались в Таврическом дворце род каких-то конференций состоявших из особенно сведущих и особенно заинтересованных любителей Среди них особенно нам желательно были князь Аргутинский Казнаков Дашков Граф Толстой Верещагин В эти же последние месяцы 1904 года у нас неоднократно бывал Врубель После двух лет длившегося кризиса умопомешательства он теперь стал снова нормальным А так как жена его Забелла получила ангажемент в Мариинском театре то супруги перебрались из Москвы в Петербург Беседуя с ним трудно было себе представить что этот человек такой рассудительный уравновешенный столь заинтересованный и искусством и жизнью такой очаровательный собеседник совсем недавно был в полном смысле слова безумцем лишенным контроля над собой а временами даже одержимым буйными изъявлениями животных инстинктов Но и от прежнего Врубеля этот выздоровевший Врубель тоже сильно отличался куда девалась его огненность горячность блеск его красноречия его независимые протестующие мысли теперь Врубель стал тихим и каким-то покорным но вследствие того и несравненно более милым уютным нежели прежде Я несколько раз заходил к нему в ту небольшую скромно обставленную и несколько темноватую квартиру которую Надежда Ивановна занимала на театральной площади позади консерватории тут Врубель работал но это уже не были прежние колоссальные затеи требовавшие пространной и светлой мастерской он почти не касался масляных красок а довольствовался карандашом и акварелью странным показался мне выбор задач так несколько рисунков воспроизводили выпуклые узоры на том пикейном одеяле что покрывало его ноги в другой серии он тоже карандашом старался передать блеской переливы перламутровой раковины сделано это было с удивительным старанием и большим мастерством а когда Врубель мне показал иначатую акварелью картину изображавшую раковину с наядами расположенными по ее краю то я понял что он извлек для себя ценного из такого казалось бы сухого изучения получился тот его шедевр который если я не ошибаюсь приобрел князь Щербатов и в котором действительно создана своего рода поэма моря пастель Врубеля жемчужина 1904 год ныне в государственной Третьяковской галерее тогда же Врубель был занят портретом жены которую он представил среди березовой рощи портрет Забелла Врубель на фоне березок акварель пастель и графика карандаши 1904 год ныне в государственном русском музее эта картина если и обладала известной странностью в самой затее однако она ничем не выдавала того что несчастный художник создал ее в перерыве между двумя кризисами безумия из которых последний оказался беспощадным недуг овладел им окончательно и уже не покидал его до самой смерти шесть лет после описываемого периода шесть лет невыносимых нравственных и физических страданий глава пятидесят и пятидесят девятое января 1905 года угроза общей забастовки таврическая выставка портретов наше отбытие из России 1905 год вот мы и дошли до этого рокового года получившего в дальнейшем значение какой-то генеральной репетиции перед окончательным спектаклем революции 1917 года ни убийства Сипягина ни убийства Плеве ни все более тревожные известия с театра войны не произвели того впечатления которое произвело знаменательное 9 января ставшее такой же исторической датой как 14 июля взятие Бастилии как 4 сентября падение второй империи и так далее чувствовалось уже задолго до этого что нечто назревает что накопляется гроза готовая разразиться с осени 1904 года все пресловутое фрондирование общества стало окончательно терять свой прежний характер неизбежность необходимость радикальных реформ стало чем-то общепризнанным толки на эту тему получили даже привкус моды где бы русские люди ни сходились беседа по любому вопросу сразу сворачивала на обсуждение общественных дел и принимала горький негодующий оттенок наконец первый гром грянул но после того атмосфера нисколько не прояснилось напротив с этого момента выдворилось настоящее политическое ненастье и оно установилось надолго то что произошло в утро 9 января дошло до меня и до моей жены почти сразу первым вестником уже этой трагедии явились наши дети и их бонно гулявшие по обыкновению в Соловьевском сквере что под боком у Академии художеств девочкам было 10 и 8 лет мальчику 3,5 они вернулись раньше чем мы их ожидали и в чрезвычайном возбуждении перебивая друг друга они спешили сообщить пережитое на улицах стреляют там много раненых и много убитых большего толка трудно было добиться ни от детей ни от окончательной напуганной фрейлейн Нанни немного позже прибежали Женя и Коля Лансере их известия носили более определенный характер колоссальная демасса рабочих направлялась с популярным попом Гапоном во главе к зимнему дворцу с целью подать какую-то петицию государю но была в упор расстреляна вся площадь перед дворцом усеяна трупами и ранеными в других местах происходили такие же расправы по проверке оказалось за тем что число жертв слава богу не столь велико но самый факт расстрела ни в чем не повинных мирно настроенных людей оставался возмутительным чего в точности хотели рабочие никто в нашем кругу не знал но то что они безоружные имели высказать какие-то свои пожелания о требованиях не было тогда и речи верховному главе государства встречало общее сочувствие надо было принадлежать к категории завзятых черносотенцев чтобы мыслить и чувствовать иначе меня известия принесенные нашими детьми и братьями Лансере до того перебаламутили что я невзирая на уговоры жены и на крики детей решил сразу отправиться в поисках более обстоятельных сведений как раз в академии художеств была за день или за два до того устроена в двух больших залах на него наша очередная выставка союза русских художников я туда и отправился на обыкновенно столь спокойных и даже сонных улицах Васильевского острова сразу бросалось в глаза необычайное возбуждение всюду стояли группа людей что-то горячо обсуждавших и такое же возбуждение я застал в стенах академии начиная со швейцара облеченного в красную ливрею с гербовым голуном и кончая музейными сторожами публики на выставке не было но от двух моих товарищей по союзу и от хранителей академического музея я услыхал то чему они все были свидетелями в непосредственной близости от академии у выхода четвертой и пятой линий на Невскую набережную произошла час тому назад такая же стрельба как на дворцовой площади ей подверглась та колонна рабочих манифестантов которая направлялась к Николаевскому мосту служащие академии и среди них почтенный Соколов главный хранитель музеев квартиры которых выходили на четвертую линию оказались непосредственными очевидцами этого расстрела опять-таки в упор офицер финляндского полка стоявший прямо под окнами отдал приказ не предпослав тому обычное предупреждение вероятно именно этот залп и слышали наши дети и Бонна почему такое могло случиться кто был в этом виноват сразу возникли бесчисленные комментарии впрочем никто не сомневался что тут действовала провокация вероятно и сам поп гапон затеявший шествие к батюшке царю был провокатором действовавшим в согласии с полицией и решивший что надо создать устрашающий прецедент больше всего пострадали не манифестант участвовавшие в самом ходе а собравшиеся поглазеть на диковинное зрелище совершенно посторонние люди с этой целью пробравшиеся в засыпанный снегом Александровский сад оттуда действительно можно было как-то со стороны и в казавшейся безопасности видеть то что готовилось произойти на дворцовой площади и как раз эти посторонние жестоко поплатились за свое любопытство мальчишки которые влезли чтоб лучше видеть на деревья дети и бабы которые стояли в саду за решеткой ограды они то и были почти все убиты или ранены первым же залпом тех войск что были приведены охранять резиденцию а царя то вовсе в зимнем дворце и не было николай второй с семьей с осени не покидали царского села таким образом до него самого в тот день все равно депутации от рабочих не было бы возможным добраться но одной трагедии расстрела рабочих так сразу разразившаяся гроза не ограничилась до самой ночи улицы и площади Петербурга оставались полны народа посреди всего Невского вытянулись пикеты войск Боткина проезжая по Невскому видела как где-то у Казанского собора выселась тяжелая фигура герцога Мекленбургского во главе эскадрона петерговских конногренадеров движение экипажей по главным артериям было сведено до минимума зато тротуары особенно по Невскому были запружены почти сплошь не будучи в силах совладать со своим любопытством я часов около двух с половиной сам отправился в центр на разведке в нашем квартале извозчиков не оказалось и тогда я избрал самый практический для передвижения и для наблюдения способ а именно империал той конки которая проходила мимо нашего дома а свернув через Тучков мост пересекала всю Петербургскую сторону и дальше направлялась через Троицкий мост на Михайловскую площадь но до конца я не доехал а сошел у памятника Суворову и дальше пошел захватив по дороге Валечку которого я застал у Сережи по набережной Фонтанки подходя к Невскому мы встретились с Толстым тоже пришедшим со своими двумя мальчиками поглядеть что творится у нас было намерение дойти до Адмиралтейства и вернуться через Николаевский мост но дойдя до гостиного двора вид запруженной черной массой улицы показался в сгущающихся сумерках до того грозном пикеты войск были сняты фонари не зажжены что мы случайно найдя извозчика предпочли свернуть на Садовую а там на Гороховую и вот на углу последней улицы наша разведка чуть не окончилась плохо извозчик с дуру попробовал крикнуть посторонитесь добрые люди пересек густую толпу и при этом он слегка задел оглоблей какую-то бабу сразу раздались крики куда лезешь а вздумал людей давить бей его бей их и на несчастного Ваньку посыпались кулаки недолго думая я соскочил с низких санок на снег и попробовал потащить за собой Валечку но тот извозчик так сильно ударил по своей клячь что она дернулась вперед и вынесла из опасного места я же поплелся один и благополучно дошел до дому с ощущением что выбрался из довольно опасного положения настоящей опасности быть изувеченной подверглась тогда же моя бельсер Мария Карловна она совершала свою обычную прогулку она жила на мойке у круглого рынка и дойдя до полицейского моста попала ничего еще не ведая в толпу это был вероятно момент сразу после стрельбы по дворцовой площади а на Невском взволнованные массы неслись одни в одну сторону другие в обратную и вдруг раздались вопли казаки казаки действительно карьером пронесся помсту отряд казаков стягая нагайками без разбору по сторонам один из ударов и пришелся по голове нашей бедной Маши еще немного и она лишилась бы глаза а так она отделалась одним глубоким шрамом ошалевшая толпа вынесла ее затем на набережную и вниз по ступеням схода к замерзшей воде тут Маша простояла вместе с другими с добрый час так как все еще помосту взад и вперед проносились казаки и было опасно подняться на улицу то и дело раздавались выстрелы брожение в Петербурге в Москве и во многих городах после этого росло и углублялось и вполне естественно что более сознательно и планомерно оно проявилось на заводах среди рабочих где революционная пропаганда находила теперь себе особенно подготовленную почву начались стачки и скоро заговорили о близости генеральной забастовки проносились слухи что железные дороги станут что не сегодня завтра прекратится водоснабжение и почти во всех квартирах где были ванны таковые спешно наполнялись водой заговорили снова и о актах террора заговорах а полиция опомнившись после первого переполоха принялась с удвоенным усердием за преследование и поимку подозрительных лиц одного такого скрывавшегося от полиции молодого человека привел к нам невзначай Женю Лансере не забывший своих парижских мятежнических наклонностей и находивший в этом себе поощрение со стороны своей жены и ее брата Юрия Арцебушева целый вечер этот молодой и очень приятный крамольник провел тогда у нас причем должен покаяться что каждый звонок с парадной в тот вечер заставлял нас вздрагивать особым образом ночевать его взял к себе Женя помнится у молодого человека не было шапки он ее потерял убегая от казаков на Невском и я ему пожертвовал свою мерлушковую за неделю до того купленную толки о генеральной забастовке помимо общей тревоги которую слухи вселяли заботили нас еще и в чисто личном отношении дело в том что наш маленький Коля он еще не получил своего позднейшего прозвища Кока которому теперь было три с половиной года все чаще и чаще болел какой-то невыясненной но очень изнуряющей болезнью лечивший его доктор решил что это малярия и тогда явилось подозрение не схватил ли наш мальчик недуг Ванцио или во время той экскурсии которую Анна Карловна предпринялась детьми на озеро Альбано проехав часть пути по пресловутым Понтийским болотам тогда еще не всюду осушенным доктор считал что единственным спасением для мальчика была бы перемена климата и усиленно советовал длительное пребывание где-нибудь в Британии или в Нормандии В Петербурге меня ничто не держало если не считать уже близившейся к концу работы по устройству таврической выставки и поэтому было решено что как только выставка откроется мы тронемся в путь на первых порах проектировалось поселиться где-нибудь в Версале или в Сен-Клу я успел заручиться через Юру Арцебушева поручением от самой распространенной тогда прогрессивной газеты Русь посылать еженедельно фильетоны на какие угодно темы и щедрый гонорар за них должен был нас в значительной степени обеспечивать Русь ежедневная газета издававшаяся в Петербурге в 1903-1908 годах редактор-издатель Суворин на самом деле все обошлось несколько иначе Петербург и Россию пришлось покинуть несколько раньше чем предполагалось вследствие чего я не присутствовал на открытии выставки таким образом я лишился случая увидать еще раз вблизи государя после 9 января было особенно интересно войти в какой-то личный контакт с тем кто без личной вины уже тогда нес ответственность за это тяжкое преступление по приезде в Париж мы поселились на первых порах не в окрестностях его а в самом городе причем я к великому своему огорчению сразу лишился того заработка на который я вполне рассчитывал моих фильетонов было помещено всего два они у меня не сохранились и теперь я забыл самые их темы зато оправдалась пословица кто место свое покидает тот его теряет в газете Русь в 1905 году было напечатано четыре фильетона Бенуа путевые впечатления художника в Берлине Париж Париж Анджело у Сара Бернар новая опера Дебюсси Пеллиас и Мелисанда Страстная неделя в Париже 14 марта 12 23 и 30 апреля Впрочем пожалуй самая моя манера писать самые мои мысли и интересы в связи с усилением грозового настроения в России просто оказались несозвучными с моментом приблизить же срок нашего отъезда пришлось из-за того что слухи о генеральной забастовке и прекращении движения на железнодорожных путях росли и приобретали особенно тревожный характер мы собрались к отъезду в каких-то нервных попытках рассчитали прислугу и сдав все дела по ликвидации квартиры Жени Лансере тронулись в путь ехали мы до самой границы в сплошном страхе как бы не застрять в пути и лишь перевалив через границу вздохнули спокойно еще несколько слов о Таврической выставке в момент моего отъезда устройство ее в главных своих частях было закончено я все исполнил что от меня ожидалось и покидал Петербург со спокойной совестью все картины и скульптуры висели согласно выработанному плану монументальные портреты государей украшали под своими балдахинами центральные места в залах посвященных эпохам каждого царствования под высокими полированными белыми колоннами зеленый уголок Бахстовского сада являлся особенно приятным местом отдохновения было что-то давище душное в том многолюдном пестром сборище что представляли собой все эти вельможи облаченные в золотое шитье картины все эти расфуфыренные дамы весь этот некрополь вся эта суета сует и вот сидя в садике в обществе беломраморных бюстов можно было передохнуть все было готово все расставлено и развешено и только в последних залах предоставленных девятнадцатому веку продолжалась работа по раскладке миниатюр и акварелей по витринам а наши адъютанты среди которых особым усердием отличался милый Кока Врангель нашпиливали номера и этикетки носясь по всей выставке я мог вполне судить об удаче общего эффект который получился поистине грандиозным с тем более тяжелым сердцем чуть не плача прошелся я в последний раз по всем залам сознавая что благодаря моему отсутствию мне не достанется и малейшая доля той чести которую я заслуживал в качестве одного из инициаторов и одного из главных реализаторов этой колоссальной затеи надеяться на то что Сергей заступится за отсутствующего друга я зная по опыту его обыкновения не мог к тому же он был зол на меня за то что я его покидаю в такую важную минуту впоследствии из писем и устных рассказов я узнал как сошел самый праздник открытия выставки сошел он по раз установленному церемониалу государь прибыв вместе с значительным числом членов царской фамилии медленно прошел по этой нескончаемой галереи предков объяснения давали Дягилев великий князь Николай Михайлович и Дашков по окончании обзора длившегося около двух часов Николай второй благодарил и своего дядю и Дягилева и Дашкова но при этом не было произнесено ничего такого что выдало бы какое-то личное его отношение ко всему осмотренному а между тем ведь все это имело к нему именно личное отношение все это говорило о прошлом российской монархии в частности о предшественниках его Николая второго на троне а также об их сотрудниках и сподвижниках известно было что государь интересуется историей а здесь развернулся грандиозный парад истории что неминуемо должно было так или иначе затронуть его душу но или тут еще раз сказался тот эмоциональный паралич которым страдал государь его неспособность выявлять свои чувства или же ему могло показаться что все эти предки таят какие-то горькие упреки или грозные предостережения и ему неповинному в том что таким создала его природа стало от всех этих упреков и угроз невыносимо тяжело не помню поспел ли ко дню открытия каталог точнее каталоги но в черне он уже был составлен при мне и я успел с Сергеем и с Франгелем продержать несколько корректур все или почти все портреты были фотографированы и я поспешил сдать в мое любезное издательство Красного Креста значительное количество их для печатания открыток которые должны были продаваться на выставке с первого же дня ее открытия для увековечения столь исключительной затеи тогда же было задумано и несравненно более значительное издание но к сожалению в течение наступившего тогда же смутного времени нечего было думать о чем-то подобном а потому мои друзья ограничились одной подготовкой документального материала пользуясь тем что такая масса портретов собрана в одном месте что облегчало задачу их всестороннего изучения у Дягилева до окончания выставки скопилась не одна тысяча фотографий с обозначением владельцев размеров техники и происхождения но вся эта масса снимков так до сих пор и не увидала свет тому виной было между прочим то что сам Дягилев охладел к издательству художественно-исторических исследований и весь ушел в театр я прожил два с чем-то года за границей а по возвращении в Россию и меня тоже целиком поглотил театр что же касается Врангеля то он при всей своей энергии не был наделен талантом изыскивать необходимые материальные средства потребные для того чтобы поднять подобное дело лишь после создания в 1907 году Вейнером и Верещагином сборника старых годов тот же Врангель настоял на том чтобы Вейнер приобрел все эти фотографии но и тут произошла такая проволочка в передаче к Дягилевым что и до самой революции ничего не могло быть предпринято где теперь эти сокровища мне неизвестно и очень возможно что они безвозвратно погибли В связи с выставкой у меня возникла и другая мысль точнее что моя давнишняя мечта представилась тогда вполне осуществимой я говорю об историческом музее в Петербурге в основу которого легли бы если не все портреты бывшие на выставке то весьма значительная часть их портреты из дворцов могли бы во всяком случае быть переданы в такие специальные хранилища по высочайшему повелению а среди частных владельцев несомненно нашлось бы немало которые согласились бы пожертвовать или продать то что у них сохранилось в качестве же идеального здания для такого собрания мне казалось что трудно было бы найти что-либо более подходящее нежели Михайловский инженерный замок который уже сам по себе является перворазрядным художественным и историческим памятником эти мысли я изложил в одном из своих фильетонов в газете слово куда я вернулся выйдя из состава сотрудников Руси однако какого-либо сочувственного отклика на это свое предложение я не встретил а от своего ближайшего друга философова я получил уже живя в Версале очень строгий нагоняй он нашел почему-то мой проект верхом пошлости очевидно было что мое выступление было не своевременным а следовательно и ненужным однако я по сей день считаю что мысль моя была хорошая слишком хорошая и что если бы она осуществилась то Петербург и вся Россия обладала бы теперь изумительным по своей грандиозности хранилищем своего славного прошлого субтитры и субтитры Продолжение следует...